ЩЕРБЕНИН ДМИТРИЙ ПАДАЛЬ, то, что мы испытываем, когда бываем Влюблены, быть может есть нормальное Состояние. Влюбленность указывает человеку Каким он должен быть. А. П. Чехов. Издалека без конца долетала канонада… В просторной, наполненной нежным утренним светом горнице было тепло и уютно, в косых розоватых лучах медленно витали, Кружась словно бумажные самолетики, редкие пылинки. У печки посапывал, свернувшись клубком, пушистый рыжий кот, а в круглом аквариуме, стоящем на письменном столе, Беззвучно, плавно кружили и подергивали хвостами среди ярких водорослей золотые рыбки. За чисто вымытым окном виден был старокрестьянский сад в самом разгаре своего летнего цветения. 3Здесь, среди аккуратных кустов и бядок выделялись многолетние яблони и вишни. 4Яблони стояли прямо около дома, так близко, что в августе, вытянув руку из окна, 1можно было нарвать сочные антоновки прямо с нижних веток, густая темно-зеленая крона от этих деревьев погружала дом в прохладную, 7темно-зеленую тень. 3Вишни же пристроились рядком у самого забора и недвижимо стояли там, словно бы прислушиваясь к чему-то ордели на солнце 8россопимя ярко-красных и черных плодов. 9Рыжий кот, лежащий у печи, вдруг резко открыл зеленые глаза и насторожился, прислушиваясь… 9Прошло несколько секунд и тогда стало нарастать постепенно гул двигателей. 9Гул этот поглотил в себя привычные отголоски далеких боев и наполнил все дребезжащим, тошнотворным напряжением. 9В спальне скрипнула кровать и поднялся мужчина лет сорока. 8Он был весьма высок и крепок в плечах, но некогда густые каштановые волосы уже поредели, появилась лысина. 9А в целом лицо его ничем примечательно не было, обычное лицо русского крестьянина. 9Лицо, правда, было неестественно бледным, а глаза застила усталость, ночь он провел в мучительных размышлениях. 9Впрочем, усталость эта сразу сменилась напряженностью принесенную нарастающим ревом двигателей. 9На кровати зашевелилась его жена Марья и села, крепко обняв его за плечи, ее черные, 9густые кудри длинными теплыми лучами коснулись его спины. 9Она громко заговорила своим звонким, сохранившим еще в себе что-то юное голосом, 9- Ваня, чует мое сердце, сегодня они в наш Цветаев войдут. 9Ох, что с нами-то будет… 1Рев двигателей заглушил ее голос, 9а из стоящей около самого окна кровати спрыгнула на пол и бросилась к своим родителям девочка лет семи с широко раскрытыми, 9полными ужаса глазами. 1- Мама! 9Папа! 9- зазвенела она прямо на ухо, 9- Опять нас будут бомбить! 9- Страшно, мама! 1От этого детского крика Ивану сделалось дурно. 9Он нежно обнял свою дочь за голову и зашептал, 9- Не бойся, не будут нас больше бомбить! 9Они теперь дальше полетели… 9В комнату неслышно яркнул рыжий кот и уселся в углу, уставился оттуда на хозяев своими зелеными глазищами. 9А вслед за котом в спальню яркнул еще и двенадцатилетний мальчонка с большими, смешными ушами, и густыми, как и у матери, 4черными бровями. 0- Страшно, – мальчик сжал до белизны губы, и опустив голову, встал в углу рядом с котом. 0Он стеснялся показывать свои страхы перед матерью и, тем более, перед отцом, 6которого он считал самым отважным и героическим человеком на Земле. 9Поэтому, когда маленькая Ира перебралась из детской в спальню к родителям, говоря о том, 6что не может заснуть и все мерещатся ей в темных углах, страшные чудища, злые дядьки-фрицы, 9он только посмеялся над ее, девчачьими, страхами. 9В это же утро он был разрушен ревом двигателей и, забыв обо всем, испуганный, 9прибежал искать спасение в спальне родителей. 9- Сашенька, иди же сюда, – молвила Марья и мальчишка, часто захлюпав носом, подошел к ним… 8Марья обняла его и зашептала, 8- Все будет хорошо, все будет хорошо, родненькие мои. 9Иван нахмурился, небрежно провел рукою по глазам, слезы из них рвались. 9В несколько секунд пронеслись перед его глазам ушедшие годы. 8Вот зеленый лес, он совсем еще молодой сидит на поваленном молнии дубе с Марией, объясняется с ней в любви, 6и на сердце так дивно, словно соловей там поселился и поет. 8А Марья чуть улыбается смущенно и говорит потом о детях, о том как любит она их, 9как хотела бы чтобы и у нее были маленькие детишки… 9Полетели, закружились годы жизни, Иван работал шофером в их городской больнице, 9Марья вышивала на заказ и сидела дома с подрастающими, так ею любимыми детьми. 9Так и текла их мирная жизнь и до того самого памятного воскресенья, когда началась война. 9Все перевернулось, все стало с ног на голову, исчезли улыбки, появилась постоянная напряженность, 9ожидание чего-то ужасного, приближающегося с каждым днем. 6Ушел на фронт Иван, ушел и старший сын Владислав, Марья ночами не спала, за сына да за мужа молилась. 7А Иван и с Владиславом уж разлучила судьба, на разные фронты отправили их служить. 9Много чего довелось перевидать Ивану, смерть, кровь, боль, и опять смерть, и опять страшные крики раненых, 7просящих о смерти… 9Сначала думал он, что не выдержит, с ума сойдет и застрелится, не для человека это месиво кровавое, 9не для человека этот ад ежедневный… 9Но вспомнил на жене, о детях своих и стыдно ему тогда за слабость свою стало, едва не проклял он себя, а все ж, 9перед каждым новым боем содрогался, чувствовал что что-то чудовищное, противное и все его сущности происходят. 9А они отступали, отступали в ночи, и за их спинами через весь небосклон перекидывались, страшными сполохами зорницы. 8Их командир, человек спасревшим от ежедневной нечеловеческой работы лицом шипел так, что его все его слышали, 9- Сволочи мы, гады! 9Живыми отступаем и хаты наши фрицу оставляем. 9Вон смотрите, видите пылает, это они деревни наши жгут, жен наших да дочерей насилуют, к себе в рабство их гонят. 9А мы, сволочи живые, отступаем. 9Как мы можем отступать, мы крысть эту землю должны, слышите, крысть? 9Когтями в нее вцепляться, а мы отступаем… 9Эх! 9- Командир заплакал тогда, а на следующий день погиб в бою… 9Все страшнее с каждым днем отстановился, уж и забыл Иван, что такое мирная жизнь, каждый день только смерть, да боль, 9да взрывы, да грохот. 9Как рай, как нечто небесное, невозможное в этом мире вспоминал он теперь тот солнечный день в зеленом лесу, 9когда он объяснялся в любви с Мариой и сердце его пело, словно соловей. 8- Как это прекрасно, но разве это возможно теперь? 9Как бы я хотел вернуться туда, да разве возможно это? 8Но ведь они есть где-то, и только одного я хочу, чтобы не коснулось все это нашего дома. 9Только бы не коснулось, господи! 9Пусть уж я тут погибну, но чтобы их только не коснулось… 9Кошмарный год близился к концу, бушевала зима, 0Ветр несущий на окровавленную землю бесконечной снежинки выл, как миллиард голодных волков, и по-прежнему все грохотало, 9и рвались снаряды и смерть визжала со всех сторон… 0Нет, Иван не помнил всего, иногда лишь чудовищные видения терзали его по ночам, кажется, 5они вновь пошли в наступление, потом переброска, опять отступление, и все это продолжалось долгие месяцы. 9И вот, наконец, увидел он знакомое место, их часть, отступая, проходила через городок Ясеньков, соседний с родным Цветаевым. 9- Да как же так? – думалось тогда Ивану, – как я вновь могу уйти куда-то на край земли, опять в холодную стужу, 9уйти от своего дома? 9Как я могу оставить свою семью этим нелюдям? 9Да здесь ведь знамение Божье, но разве может быть случайностью, что наша часть так близко от родных моих мест проходит? 9Конечно нет! 9Страна эта у нас какая огромная, всю ее и в жизни исходить. 1Надо остаться, иначе потом все равно не выдержу, изведусь, через фронт перебегу. 8А что потом будет, они все ли равно, только бы увидеть их вновь сейчас, только бы с ними остаться, от беды их защитить. 9И он вернулся и долго плакал от блаженства, когда вновь встретился с ними… 9- Папочка вернулся! 9- Смеялись тогда дети, а Марья нежно плакала и обсыпала его поцелуями, он же неразборчиво, 9едва ворча и языком лепетал какую-то совершенно неправдоподобную, придуманную по дороге историю, 9о том что его оставили здесь для партизанской работы. 8Но Марья поверила, она просто хотела поверить, да и не отпустила бы она теперь никуда своего мужа… 9И вот два дня промелькнули стремительно, и наполнялись эти дни невиданным даже на фронте напряжением, 9и радостью в то же время. 9Какую же любовь чувствовал Иван к родным своим, да и ко всему наполненному благоуханием пышной листы и яблок Цветаеву! 9А привычная канонада гремела со всех сторон и казалось тогда Ивану, что их Цветаев, 9это последний островок в огромном океане боли и смерти, и волны этого страшного океана идут приступом на его зеленые, 9такие тихие и мирные улочки, ревут уже где-то над их головами и поглотят их вот-вот… 9Но наш дом-то не поглотит! 9Да чтобы то, что видел я там и в мой дом проникло… да нет, невозможно такое, я такого не допущу! 9На второй день от своего возвращения он стоял в саду у вишен, вслушивался в трескучие трели птиц в которых беспомощно тонул 9смерти! 9Неожиданно со стороны улицы раздался знакомый голос, 9- Никак, Иван Петрович! 2Да, и впрямь он! 9Вернулся! 9Ну, брат! 8Он обернулся на эти, врывающиеся скороговорки слова, и увидел стоящего на залитой светом яркого дня улице приятеля своего 7Сверида Максимыча. 9Сверида этот работал в их больнице кладовщиком, знал латынь, французский и немецкий и вечно ворчал, что его кто-то недооценил, 9и что жизнь его проходит впустую. 7Жил он холостяком, в полном одиночестве, даже никакой домашней живности не завел он. 8Человеком, тем не менее, он был умным, начитанным и мог подолгу рассуждать за кружкой пива с приятелями на разные 8философские темы. 9Слушать его было интересно, только вот потом ничего кроме головной боли от этих ветвистых размышлений не оставалось. 9К тому же говорил он всегда очень быстро и сам часто запутывался в своей речи. 8- Так-то вернулся Иван, вот не ждали. 8Ну что, насовсем? 7Ну рассказывай, а впрочем не надо, ничего не говори, и так каждый день это по радио слышим. 9Ну навоевался, стало быть? 9Ну и правильно, повоевали и хватит глупостями заниматься, да? 9Но ты уже подумал, чем теперь заниматься-то будешь? 0Ну, Иван Петрович, ну что ты там встал, ну выходи, пройдемся, поговорим. 9Тут такие дела перемены, понимаешь, большие ожидаются. 9Выходи, пойдем пройдемся. 9- Ты знаешь, Свирид, никуда я сейчас не пойду, – нахмурившись, негромко произнес тогда Иван, 9раздраженный этим пронзительным, быстрым с каким-то внутренним надрывом голосом. 9Он наслушался уже таких голосов на фронте и хотел сейчас только тишины влеть во вне пении птиц. 9- Ну и ладно, – обиделся вдруг Свирид, – ну и оставайся. 9Я-то думал ты друг. 1Сто лет не виделись, а тут те на, как чужой я тебе. 9Да, так что ли? 1Ну и ладно, ну и стой! 5А то бы пошли, поговорили, надо ведь решить, какую работу при новом порядке выполнять будем. 9Ты ведь дома-то сидеть не будешь? 6Бездельничать-то не будешь, немцы-то порядок, да трудолюбие уважают. 9Ну-ну! 5Я к тебе еще зайду на днях. 9И вот весь остаток дня и ночь провел Иван в мучительных размышлениях и сомнениях. 7Проклинал он и Свирида и себя. 9- Он-то слабак, но и я не лучше его оказался. 7Вернулся, домой мне захотелось, в теплый уголочек да в объятия жены. 9А кому не хочется-то, каждый бы из того адов в свой рай домашний и убежал бы. 7Но ведь все равно сражаются люди в этом месиве кровавом, а остаются такие вот слабаки, как Свирид, 9да я. 9Но Свирид-то он ясно, приспособиться, немцу выслуживаться станет, а я-то никогда не стану, может и бороться с ним стану, 9а что, найду единомышленников… 9- так размышлял он и все ж накатывалось на него временами раскаяние в том, что он бежал, 9дезертировал и хватался оттогда за голову и стонал. 9Постоянно росло напряжение, и хоть никто об этом в доме не говорил, все знали, 9что фашистские части могут войти в город в любую минуту… 1Иван не знал было ли это впрямь, или он заснул, но ночью его, вроде бы, 9коснулась прохладная ручонка семилетней Ирочки и ее невесомый голосок зазвенел в серебристом сиянии месяца, 6который приветливо заглядывал в окошко. 4- Папа, мне так страшно стало! 9Такой страшный сон приснился, папочка… 9Как будто много взрослых дядек все убивают друг друга и все вокруг рушат. 9И все злые такие друг на друга, как будто их бешеная собачка укусила. 1И это все как по-настоящему было, как в кино, и мне так страшно стало, но ведь этого нет, ведь это только сон, правда ведь, 8папочка? 9И тогда ему действительно показалось, что все это действительно лишь затянувшийся кошмарный сон, вот и тишина в ночи разлилась, 1необыкновенная, канонада умолкла и лишь сверчки распевали свои сонаты где-то у обочины дороги. 0- Действительно, все это лишь кошмарное видение, не может быть, чтобы под этим вот волшебным месяцем происходило такое 2противное самой жизни, самой природе. 9Пройдет ночь и наступит утро и будем мы жить так, как жили раньше, а этот кошмарный сон забудется скоро… 5И вот теперь и наступило чудно-августовское утро, солнечное, наполненное благоуханием трав и цветов, купающихся в рассе, утро, 9разрушенное ревом бомбардировщиков. 1Рев этот, достигнув наивысшего своего предела, когда задрожали уже стекла, 9а золотистые рыбки в аквариуме закружились в стремительном хороводе, начал постепенно стихать, удаляться, 9уступаеме место привычной канонаде… 9**Марья приготовила завтрак, испускали ароматный пар душистые, румяные блины, а козье молоко, 9подобно ослепительно-белым лунам, кругляшами белело в резных кружках. 9Хозяйка достала варенье и еще яблочные пирожки. 9И весь этот стол с завтраком выглядел так мирно, так привычно, что, казалось, вот сейчас они позавтракают и отправятся в лес, 9за грибами или на рыбалку… 1И опять сердце защемило у Ивана и не верилось ему, что чудовищное, виденное им словно в кошмарном сне все же существует и 6приближается к их дому… 9А оно существовало и давало о себе знать этим отчаянным ревом сражений. 8Блины были просто восхитительными, а молоко подобно солнечному меду, но ели они без всякого аппетита, 9а Ира все поглядывала на мать и наконец не выдержала, бросилась к ней обняв, зарыдала. 0Потом в доме вновь воцарилась тишина, даже гол сражений отпрянул куда-то вдаль. 9Только текули часы, дара сплеснула хвостом рыбка и кот перешел из одного угла в другой и лег там, 5внимательно смотря за своими хозяевами… 9На улицу все замерло, потонуло в ярких лучах, зеленом сиянии и густых тенях. 9Так они и сидели в тишине, когда застрекотал где-то далеко на улице мотор. 9- Пришли! 9- Шепнула Марья и глаза ее наполнились болью, она крепко обняла Иру, подозвала Сашу и его обняла. 9Во дворе тревожно завыл их старый охотничий пес Хват. 5Стал нарастать гул, и слышалось в этом глубоком, бесконечно нарастающем гуле, голоса тысяч и тысяч железных чудовищ. 9А когда затрещали по улице гусеницы и заревели, кажется под самым ухом, звериные моторы, 9Ира вновь заплакала и звенела своим голосочком, 9- Пришли, мама! 8Чудища, фашисты пришли! 7Мама! 9И рев ворвался в дом, как какое-то невидимое чудовище, а за вишнями видны были расплывчатые, 9нечеткие очертания массивных танков. 9Где-то отчаянно застрекотал пулемет, спустя мгновенье к нему присоединился второй, затем рвануло так, 9что задрожали окна, а кот испуганно мяукнул, потом еще раз рвануло и затрещали автоматы. 9Во дворе зашелся грозным лаем Хват, а в калитку ударили несколько раз так, что она едва не рухнула. 9Удары неожиданно прекратились… 9А на улице все грохотало и грохотало и продвигались за вишнями темные, причудливые контуры железного, 5чудовищ… 1Они так и сидели за столом, сгрудившись вместе, ожидая страшного момента, когда это, подобравшееся совсем близко, 6зальет и их. 9И этот момент наступил. 1В калитку вновь застучали и раздался пронзительный, быстрый, надрывающийся от натурья крик Сверида. 9- Иван, ты что там, оглох что ли совсем? 9Иван, ну давай открывай быстрее. 9Ну открывай, а то сейчас без ворот останешься. 9У Ивана выступило испарина, сердце тисками защемило в груди и он вскочил быстро на трясущиеся, 9ставшие совсем слабыми ноги и сильно обняв Марию бросился к двери. 9- Папа, не открывай им! 9- крикнул двенадцатилетний Сашка, и заплакал навзрыд, не стыдясь больше своих слез. 9Иван не обернулся на его крик, не сказал ему ни слова утешения, ему страшно было смотреть на своего сына. 9Вот он в бреду промчался сквозь сад, схватился трясущейся, непослушной рукой за калитку, дернул ее на себя, 9уже видя по ту сторону нервно улыбающееся, напряженное лицо Сверида и рядом с ним запыленные чуждые силуэты врагов. 5- Задвижку-то открой! 9- Истерично хихикнул Сверид, когда Иван во второй раз дернул калитку. 9А когда Иван открыл калитку, завизжал. 9- Ну, что ж ты растерялся! 9А? 0Ну прямо как… вообще, ну, что ты испугался? 9Как ты дверь-то смешно дергал… ха-ха-ха! 5Ты что Иван… не… ну так разве можно… раз, другой дернул, а задвижка-то закрытой оставалась… ты что же, не видел что ли, 6что она закрытой была, а? 9Нет, ну ты растерялся… точно растерялся… точно… 9В голове у Ивана бабахал безостаново раскаленный колокол, и немодосковало его язык. 9А рослые, в запыленной солдатской форме враги с силой толкнули Сверида в спину и вошли следом… 9У Ивана вновь заболело сердце и поплыли темные круги перед глазами, он услышал долетевшие из дома крикоры, 6и ясно представил себе, как прильнула она к окну и смотрит, как чужаки топчут своими высокими тяжелыми сапогами ее любимый 7садик и приближаются к дому… а в калитку вошло уже пять или шесть немецких солдат и рассыпались по саду настороженно водя 5автоматами, заглядывая в хозяйственные пристройки и топча грядки. 9Вслед за ними вошел какой-то полный, розовощекий карапуз в блестящей фуражке и еще кто-то, белобрызлый длинный и худой, 6как жертв. 9Хват заходился в яростном лае и рвался с цепи, жажда принять смертный бой. 9Розовощекий карапуз сморщился брезгливо и раздраженно пискнул что-то одному из солдат. 9Не успел Иван опомниться, как автомат повернулся дулом к хвату и, оглушительно рявкнув, 9выплюнул несколько свинцовых зарядов. 9Пес, закрутившись по земле, пронзительно завыл. 9Тогда автомат выплюнул еще несколько стремительных расчерков свинца… 9Из дома раздались приглушенные крики, кажутся звуки борьбы… 9- Кемандер говорит, что у вас был плехой пес, – отчеканил, смотря в никуда, похожий на жерт немец. 9- Ну пристрелили собачку, но ничего, ну что ж ты ее сам не усмирил? 9- нервно задергался свирит, – ну ты не жалей, я тебе, видишь, работенку-то нашел. 9Ты помнишь, о чем мы вчера говорили? 1Ну вот, я тебе и нашел. 9Ведь не будешь же ты дома теперь сидеть. 9Им шофер нужен. 0Понимаешь ты, шофер? 9А кто у нас шофер, это ведь ты, но вот, я им и сказал… 9- Онь? – спросил долговязый немец у свирида, и когда тот утвердительно закивал, обратился к Ивану. 9- Ты есть шофер, ты пойдешь и с нами… 9- Стой, Ира… 5Ира, куда же ты? 1- раздался вдруг из дома пронзительный крик Марьи, и дверь уже распахнулась и выбежала в сад рыдающая Ира. 9Она бросилась к лежащему без движения в кровавой лужехвату… 9Следом выбежала смертельно побледневшая Марья и беззвучно побежала за ней, выбежала Исашка, он обогнал мать, 9и вот уже стоял, вместе со своей сестрой над разорванным пулеметелом Хвата. 9- Хватик, Хватик очнись, очнись! – звала Псаира, брала его за лапу, 9поднимала ставшую непривычно тяжелую голову и вся уже перепачкалась в крови. 9Розовощекий карапуз повернулся к ней и захихикал, выговаривая какие-то слова, 9его хихиканье услужливо поддержал и долговязый переводчик, он стал кривить рот и издавать отрывистые звуки, 6сотрясаясь при этом всем телом. 9Марья подбежала к своим детям, встала над ними, повернулась своим бледным лицом к врагам и замерла так, 9сжав свои маленькие кулачки, побледневшая ее нижняя губа заметно поддрагивала. 8Карапуз вдруг резко повернулся к Ивану и резким голосом отчеканил то, что спустя мгновенье перевел долговязый 2- Ты поедешь и с нами! 9Немедля! 9- Но я… 9- Иван задыхался, так, словно его кто-то схватил за горло, в конце концов ему удалось все-таки выдавить из себя. 9- Я никуда с вами не пойду! 8Я не могу… я не могу оставить семью… 9Саверит аж передернулся весь, и слезливым, надорванным голосочком захрипел, 9- Да Иван, да ты что! 9Да как ты можешь… ну, подумай, ну, нельзя ведь так, Иван Петрович… а… ну, как можно-то… ах ты! 9Карапуз выхватил пистолет и направил его на Марью. 8- Он бедет стрелять! 9Нам некогда тратить время на такую мьелочь! 3Три секунды! 9Рьез… два… 9Иван бросился к Карапузу схватил его за руку, но подбежавший солдат ударил его в челюсть прикладом. 9Треснули зубы, рот разом наполнился теплой кровью и острой болью. 9От следующего удара, вбившегося в грудь, он упал, одновременно с этим разорвал воздух выстрел, а за ним еще один, 9и закричал кто-то, то ли зверь, то ли человек, пронзительно и страшно. 9- Папа, папа! 9Двенадцатилетний Сашка склонился над ним и водил рукой по волосам и покровавленному лицу, 9а выше подмигивало среди трепещущей листвой ярких россыпи вишен августовское солнце. 8- Марья! 9Ира, в кого стреляли? 9В кого стреляли! 0- Он стал судорожно подниматься и все время опадал вниз в темную яму, 9перед глазами весь мир кружился и плыл в стремительном, безумном водовороте. 9- Иван! 9Иван и-а-а!- захрипела где-то совсем рядом Марья и он весь передернулся, пополз на этот крик… 0И вот увидел, немецкий солдат держал за волосы стоящую на коленях возле убитого хвата Марью, 9выкручивал ее черные плотные локоны, а другой рукой крутил у ее виска автоматное дуло. 2Он сильно, со злостью вжимал стальное дуло в кожу, Иван видел, как собиралась она там в синие бугорки, 9когда проворачивал он в очередное раздулое маленькое, ослепительно яркое на бледной кожестройка заструилась стремительно вниз 3по щеке. 9Марья, когда увидела, что Иван поднялся, сжала зубы и не издавала больше ни звука. 9И вновь, словно ударил кто-то раскаленным прутом по голове, грянул выстрел и дернулся с рвущимся звуком кусок изуродованной 4плоти, бывшей на рассвете псовым хватом, карапуз перевел свой браунинг на сидящую беззвучную и мелко трясущуюся иру, 6на глаза девочки набежала мутная пленка, похоже, она ничего уже не видела и не понимала. 9- Я ид… 9- Иван захлебнулся в крови, выплюнул ее вместе с осколками зубов и захрипел, 9- Я иду… иду… 9- А, то есть хорошо, – сухо проговорил долговязый и перевел Иванова слова к карапузу. 9Тот выстрелил еще раз в хват и пнул его ногой, словно бы проверяя, быть может, пес еще посмел остаться живым? 9Затем убрал браунинг и велел солдату отпустить Марью. 9Та закачалась, упала на траву, но тут же на карачках поползла к беззвучно сидящей ире. 9Обхватила ее… 9Девочка взглянула на залитое кровью лицо матери и стала кричать, и все кричала и кричала, заходилась вопли, 9как маленький раненый зверек и никак не могла остановиться. 0- В хату… показывать нам хату! 9Мы бедем здесь жид! 9- выплевывало долговязый слова карапуза, а Ивана подхватили и поставили на ноги. 9Затем, толкая в спину прикладами, вывели на улицу. 9А рядом все суетился свирит, он то забегал на несколько шагов вперед, то на несколько шагов отступал и дрожащий 8быстрый голос его дребезжал, казалось, со всех сторон… 9- Ты, Иван Петрович, только работай хорошо, делай, что они требуют и все тогда будет хорошо, и семью они твою не тронут, 0только ты, это, Иван, по сторонам поменьше смотри… 9Слушай, а как ты калитку-то открывал… нет, но она же закрытая была, а ты стал ее дергать, вот потеха. 9Иван… 9Они шли по улице, которая вся дрожала от непомерной, катящейся без конца железной массы. 9Весь мир вокруг замер и взирал, на эту чуждую ему массу, и даже ветер притаился где-то, ожидая, 9когда прекратится это безумие и вновь на улицах Цветаевого царица тишина. 9В густой, расползающейся пыли они прошли шагов двадцать и тогда Иван увидел истекающее кровью тело человека, 9все здесь было залито его кровью, она глубоко въелась в землю и была черна. 8Этот ведь был дед Михей, сосед Ивана, часто разговаривали они вместе… 9- Убили-то деда! 0- жалобно воскликнул Свирид. 9- Но мы убили, убили, вот потому что не надо их сердить… да, Иван, слушай, у тебя кровь еще идет, дочушка-то твоя, 9как перепугалась… 9Иван замер над Михеем и тогда его, погоняя, ударили в спину прикладом. 8Они продвигались в сторону больницы, и чем ближе к ней приближались, 9тем громче разносился в набухающем пылью воздухе страшный вой… 9Ивана, как только услышал он эти страшные, наползающие друг на друга адские вопли, пробрала, несмотря на жару и духоту, 9холодная дрожь. 9Иван схватил за руку Свирида и захрипел кровью, 9- Что там происходит… 4Ты… отвечай, что там происходит, ты же оттуда их привел… ты должен знать, что там… ты…… 9Голос его задрожал и сорвался. 9Свирид рывком освободил свою руку и опустив глаза дрожащим, надорванным голосом запричитал, 9- Не знаю, не знаю. 9Не спрашивай меня. 9Не знаю. 9Ну что ты меня спрашиваешь, ну не знаю, а-а-а. 9Иван Петрович… ну не спрашивай меня, что там, ну пожалуйста, ну не спрашивай, а, Иван Петрович. 9И вот они подошли к больнице, когда-то до революции, был это особняк, в котором жил какой-то теперь забытый дворянский род, 9в память о нем остался только старый портрет пылящийся где-то в складском помещении. 2С портрета этого взирало задумчиво большими, светлыми глазами увенчанными пышными бровями, 9миловидная барышня лет восемнадцати в летнем платье. 9За спиной ее застыли навека, раскачивающиеся на качелях дети и дальше за небольшим парком со скамеечками и озерцом, 9окруженная полями и перелесками дремала деревенька, разросшаяся впоследствии в Цветаев. 9Почему-то сейчас, когда подходили они к больнице все возрастали в пыльном, дребезжащем от гусениц воздухе страшные вопли, 9вспомнился Ивану взгляд той, давно уже умершей барышни. 9Он был внимателен и покоен этот взгляд, и в то же время, сострадание и еще только зарождающаяся любовь обнялись и лились 7мягко из ее широко открытых глаз… 5Теперь не было того пруда, да и парк значительно сократили, оставили лишь небольшой, 8обсаженный у нового забора тополями дворик. 7На этот-то дворик и вывели Ивана. 7Он еще не понимает происходящего здесь, человеческий его разум, отвергал это и кричал с надеждой, – нет, 9это этого не может быть, это лишь кошмарный сон, который исчезнет сейчас. 5Ведь есть на свете тот волшебный месяц, который сегодня ночью к нам в окно заглядывал, а если он есть, 8если солнце есть и облака и звезды есть, то разве может быть и то, что я сейчас вижу? 9Разве возможно такое? 9Нет, конечно, это пройдет сейчас, вот подует ветерок и сдует все это, и проснусь я дома и день будет тихий, 7светлый и солнечный, пойдем мы с Марьей и с детьми к речке купаться да рыбу ловить, а этого всего нет, 7этого просто не может быть. 9Но это было. 6И это творилось человеком… 9Здесь в этом, утром еще тихом дворике, дворике, в котором сидела когда-то молодая барышня, теперь было пыльно, 6душно и сильно пахло кровью и еще чем-то тушнотворным, горелым. 7Несколько фашистских грузовиков дребезжали у крыльца, а в самом дворике копошилось множество солдат. 5Здесь были раненые немцы, эти окровавленные, небрежно завернутые кули человеческой плоти лежали и извивались во 6множестве на носилках. 6Некоторые кричали… 9Ивана словно ударил кто-то со страшной силой в глаза, когда увидел он, как один из них, 6обмотанный с ног до головы в почерневшие, издающий рвотный смрад ткани, стал весь вздрагивать и хрипеть и как-то 0неестественно, уродливо подпрыгивать всем телом, а потом руки его потянулись к лицу, 9и он чудовищными рывками стал сдирать с лица потемневшие, издающие смрад ткани. 8Под ними обнаружилось черное, прожженное насквозь, уже гнищее мясо, и все тело этого мученика, 9по-видимому представляло собой такую рану… 9К нему подбежал и склонился какой-то другой солдат и, сев перед ним на колени, стал звать по имени… 9Ханс, Ханс… 9И говорит что-то, глотая слезы, в речи его часто слышалось какое-то женское имя, видно имя девушки этого, 9потерявшего уже рассудок, быть может, способного еще надеяться на смерть. 0Но здесь, в этом набитом человеческими телами дворике, было довольно много и нераненых, или легко раненых солдат. 9О, как они были злы! 5ГОСПОДИ, как же мог человек дойти до такого состояния озверения? 9Они, измученные долгими боями, жарой, постоянным страхом смерти, гибелью друзей, они, 9по сути дела состоящие из одних напряженных до предела, терзаемых нервов, теперь выпускали все накопленные за эти месяцы на тех, 9кого они ненавидели, кто был, по их мнению причиной, всего их нечеловеческого, чудовищного существования. 9Здесь, в больнице, оставалось несколько десятков раненых русских солдат, 9которых не было возможности эвакуировать с отступающей в спешке армии. 9Их должны были выдать за мирных жителей, но, видно, нашелся какой-то предатель, и теперь… 9Теперь их, раненых, стонущих выволокли во двор и делали все, что хотели. 9Кого-то, кому повезло больше, застрелили сразу, других же… 9Это их адские вопли услышал Иван еще с улицы. 9Вот ползет, волочится на единственной здоровой руке кто-то с лицом искаженным, дрожащим и даже возраста его не определить, 9настолько искажено лицо. 2За ним топчутся два фашиста с раскрасневшимися, искаженными злобой и болью лицами. 9В руках они держат винтовки со штыками и этими вот штыками протыкают ноги этого человека. 9Острая сталь глубоко входит в развороченное мясо, и густая кровавая полоса отмечает проделанный им путь. 9Вот один из солдат высоко поднял винтовку и со всех сил вонзил штык в коленную чашечку… 9Человек задергался, закрутился на земле и тогда они, отбросив винтовки стали избивать его, окровавленного, ногами, 9били с оттяжкой, но и в спешке, стараясь побыстрее нанести удар… 8А ярость проступала в их красных, потных чертах все сильнее с каждым глухим ударом, они били его в лицо, в грудь, 8в промежность, и он уже не кричал, а только вздрагивал беззвучно всем телом. 9А они еще отрывисто выкрикивали какие-то слова и разъярялись все больше и больше, выпускали из себя то адское, 9что накопилось в них за долгие месяцы. 9А у забора… 9Там сгрудилось сразу с десяток задыхающихся от жора и духота человекоподобных особей. 9Видно, тот кого терзали они был каким-то командиром… 9Они прибивали его к забору большими ржавыми гвоздями, были прибиты уже и руки и ноги, 9но они вгоняли в них все новые и новые гвозди… 9Почему-то Иван ясно увидел его страшное, распухшее от адовой боли лицо, оно было словно с ним рядом, в одном шаге от него. 9Он видел разорванную в клочья, висящую кровавыми дрожащими ошметками губу и почему-то ясно представил себе, 9как этот человек сначала сжимал губы чтобы не закричать, как потом кусал и рвал их зубами… 9И вот теперь он, обезумев от боли, забыв о том кто он, не понимая, что происходит и кто его мучители, 9просто заходился в непрерывном вопле. 9Глаза его выпучились, вылезли из орбиты, казалось, вот-вот должны выпасть… 9И напряжение его было столь велико, что плоть на лице не выдерживала и разрывалась постепенно, 9Иван видел кровь выступающей сквозь поры. 9Это не было уже лицо человека, это был лик дьявола, познавшего вечность одиночества и мучения… 9Тут всплыло прямо перед Иваном бледное, трясущееся лицо сверрида, который уткнулся ему в грудь ища у него утешения, 9и зашептал плача, 9- Иван Петрович, а Иван Петрович я вам говорю, ну, надо же их слушаться, а то ничего хорошего не выйдет. 9А, Иван Петрович, новый, он хотел, быть может, сказать что-то, но разорванные его мысли никак не могли сложиться в слова и он 9вдруг заплакал жалобно, как ребенок. 9Ивана с силой встряхнули за плечо, и он, напряженный до предела, взорвался, заорал. 8На фронте-то, в боях, да после боев ему приходилось уже видеть нечто подобное, но здесь, в родном, сердцу милом Цветыве, 9в тех местах где провел он детство, где повстречал он впервые Марью, в этих самых для него светлых, самых любимых местах, 9это было непереносимо тяжело, понимать, что у ад захлестнул таки и его город и его дом. 9Прямо перед ним стоял какой-то худенький, пунцовый от жары немецкий чин, офицер, судя по запыленной одежде. 9Он рявкнул ему что-то на ухо и кивнул в стороны санитарного грузовика, с затянутым брезентом-кузовом. 9Иван, дрожа всем телом, услышал как новый звук стал захлестывать двор. 5Из больницы под надзором солдат выходили детей, этих детей, эвакуировали из каких-то мест, и, 6разметив на какое-то время в этой больнице, не смогли потом по каким-то причинам эвакуировать дальше, 2оставили здесь вместе с матерями. 9И вот теперь все они, и матери, и их дети выходили. 9Дети были самых разных возрастов, и розовощекие младенцы, которых несли на руках матери, и дети постарше, лет до четырнадцати. 9Видно еще в больнице, кто-то из них начал плакать и вот теперь, большая их часть плакала, навзрыт ли, 9прося о чем-то у своих матерей, или совершенно беззвучно… 9И почему-то особенно страшно было смотреть именно на тех детей которые плакали беззвучно, 9страшно было видеть эти крупные, набухающие, а потом скатывающиеся стремительно жгучие детские слезы. 9Когда выходили они во двор, матери хватали своих детей на руки и прижимали лицом к себе, чтобы не видели они происходящего. 9И сами они опускали глаза, пытались не видеть ничего, но вопль того, прибиваемого к забору, 9все время невидимая сила и заставляла их вскидывать головы, и видно было, как дрожат, как искажаются в муке их лица. 9Вот одна женщина приотклонных уже лет, с загорелым почти до черноты морщинистым лицом, и с сильными, 9привыкшими к тяжелому труду руками, вырвалась неожиданно для всех из колонны, 9и с грудным ребенком на руках пошла медленно и слегка покачиваясь, но неудержимо, на стоявшего поблизости солдата. 9За ней поспешал, уткнувшись в подол платье и всхлипывая, мальчонкой лет двенадцати. 9- Да что ж вы делаете, Ироды! 9- закричала она с сильным, чуть хрипловатым от натуги, яростным голосом и все надвигалась на этого солдата, 6который растерялся и стал отступать к забору, – как вы Христу-то в лицо смотреть будете, Ироды? 9Звери, подонки! 9Офицер, который только что тряс Ивана повернулся к этому теснимому женщиной, растерявшемуся солдату и выкрикнул ему что-то. 9Солдат метнул на офицера быстрый взгляд и тогда лицо его распрямилось, от неуверенности и испуга не осталось больше следа, 9ведь он услышал голос своего начальника, тот ясно сказал ему, что делать с этой женщиной, но раз так сказал начальник, 9значит так и должно быть, значит и никаких сомнений не должно быть. 2И ему даже стыдно стало за свою растерянность, и то, что он сотворил дальше он сотворил старательно, зная, 9что офицер следит за его действиями, он поднял винтовку и закрепленным на ней, окровавленным уже штыком с силой ударил, 9он намеривался проткнуть младенца, которого она несла, но женщина успела прикрыть его рукой… 9Удар был так силен, что штык пронзил насквозь руку и младенца и неглубоко еще вошел ей в грудь… 9Младенец вскрикнул, дернулся, а фашист уже выдернул резко штык и ударил ее во второй раз в живот… 1У Ивана потемнело все перед глазами и он, заоров как раненый волк, бросился на этого солдата, и обрушился на него, 9когда тот выдергивал штык из тела безумно вопящей женщины. 9Иван ударил его со всей силы кулаком по черепу и, почувствовав как звериная ярость растет в нем, 9все бил и бил его со всего размаха по голове, не думая уже ни о чем, зная просто, что если он не будет его бить, 2то сойдет с ума и перегрызет всем глотки… 9- Но не стреляйте! 8- торопливо визжал где-то свиррит, – он шофер, слышите, слышите, он шофер! 9Ну побейте его, но только не убивайте, ладно? 1Одно шофер, слышите, слышите, он шофер! 9Ивана били прикладами, но, как ему показалось не сильно, во всяком случае он почти не чувствовал боли, и даже когда, 6что-то хрустнуло у него в колене, не почувствовал он ничего… 5Детские вопли заполнили собой все пространство, всю вселенную, все мировозздание, и в этой адской, созданной человеком, 0душной и кровавой маленькой вселенной райским перезвоном звучал, колеблясь как маятник часов, безумный визг, 3трясущего его свиррида… 1- Иван! 9Ну дурак ты что ли, Иван-а-а! 0Дурак ты что ли, они ведь твою женку убьют, я же говорю, не смотри ты на это, а? 9Не смотри, а? 9Иван, ну отвези им машину и все, и тогда все живо будут, я прошу тебя, ну что тебе стоит, но не надо только больше! 9Иван, а то совсем плохо будет! 9Женку-то и детей ведь убить могут, ты о них подумай, ведь убить их могут! 9Ивана еще раз ударили прикладом в плечо и он увидел красное, разъяренное и окровавленное лицо того солдата, 9он размахнулся винтовкой еще раз, мети Ивану в лицо, но его подхватили другие солдаты и оттащили с трудом в сторону. 7В застилаемом кровью и пылью, полном вопля и дворике, появился жердь-переводчик. 9Он, широко размахивая руками и ногами, подошел к Ивану и, слегка склонившись над ним без выражения, 2слегка раздраженно заговорил, 1- Ти не будешь слушаться, будешь драйцать ебе капут! 2Бабе капут, де етим капут, ти понель? 2- Иван, Иван Петрович, ну что же вы? 9Иван так резко, что отдалась рвущимся разрывам, повернул голову, и увидел окровавленную груду плоти, 2истаканную штыками и еще разорванную пулями, перед которой стоял на коленях и пронзительно рыдал двенадцатилетний мальчонка. 9И вспомнился тогда ему Сашка, он ведь был одного с этим мальчиком возраста… 9- Я повезу, я сделаю все что вам нужно, – захрипел он опять захлебываясь кровью, которая шла из его разбитых десен. 9Переводчик-жерзь все еще возвышался над ним и поглядывал с сомнением на Ивана. 9И тогда Ивану страшно стало от мысли, что он, избитый, может показаться ненужным и слабым, 9что его попросту пристрелят на этом кровавом дворе, а семью… 0Вновь в голове его забабахало молот и он вскочил на ноги и стараясь выдавить из себя ровный и сильный голос проговорил, 9- Я готов выполнить ваше приказание. 1Ему ужасно хотелось ударить со всего размаха в это лоснящееся от пота, самодовольное лицо, и он бы сделал это, 6существование, стало для него невыносимо мучительным, и быстрая, быть может, смерть, которая последовала бы за этим ударом, 9казалось ему лучшим выходом… 1Но он помнил о своей семье, о Марье, с ее горячими локонами и юным еще голосом, о Сашке, 8который считал своего отца самым отважным, героическим человеком на свете и наконец Ирочку с ее глубокими, 6светлыми глазками, только память о них давала ему сил, говорить то, что он говорил. 9Глаза его правды выдавали, они говорили совсем другое, они вцеплялись в горло этой, жерди, 9он его рвал в клочья своим взглядом. 9Но, жердь, то ли не заметил этого, то ли ему это было безразлично. 9Он кивнул, и сказал несколько слов, стоящему рядом обтирающему лоб офицеру, 0тот ткнул Ивана в спину дулом револьвера и жестом велел идти к издающему пронзительные, 2острые вопли детей и материи грузовику. 9Их уже напихали в кузов, а на борте кусились двое упитанных солдат, жующих яблоки и лениво, 9Розмарена спорящих о чем-то друг с другом… 9Стараясь идти прямо, не качаясь Иван, чувствуя въевшееся в спину острое дуло, зашагал к грузовику. 9Где-то под ухом все суетился с Верейто без умолку, совсем уже истерично и быстро тараторил о том, 9что Иван не должен сидеть дома, а работать для новых господ. 1Потом он стремительно стал жаловаться на одиночество и просить чтобы ему дозволили поехать с Иваном, 1он бросился с этой слезной просьбой к жерде-переводчику, но тот оттолкнул его брезгливо и сказал несколько выученных 8матерных ругательств. 9А Иван все шел, сжав зубы, стараясь не сойти с ума в оглушительном океане адских звуков… 9Эти детские полные мольбы вопли, хрипы и проклятия материй, вопли и стоны раненых, и наконец чудовищный, 9безумный и непрерывный вопль того, сошедшего с ума, распятого на заборе… 9Все руки и ноги его были уже пробиты гвоздями и весь забор и земля под ним была густо залита завертывающейся слоями кровью. 9Ему как раз вбивали в предплечье здоровый чуть погнутый гвоздь, и по вызывающему рвоту лицам палачей можно было судить, 9что они разъярены до предела, что им хочется еще долго-долго вымещать так свою ярость, до тех пор, быть может, 9пока они не рухнут от потери сил. 8Раздавался сухой пронзительный треск дробящейся кости… 9И еще один звук был, соловушка, гнездо которой спряталось в листве одного из тополей, кружила в ярких лучах, 9над густыми клубами пыли и старалась, выплескивала из себя яркие, заливчатые трели, 8она волновалась за своих малышей тревожно чирикающих в гнезде и отвлекала внимание на себя. 0Правда ни на нее, порхающую ярким пушистым комачком над головами, ни на ее детишек никто во дворе не обращал внимания. 3Столпившиеся там человекоподобные особи были поглощены иными делами, делами недоступными для понимания животных… 0**** довольно долгое время, как показалось Ивану целую вечность, грузовик не мог выехать на центральную улицу. 9Там все грохотали, ревели чудовищными моторами танки, а между ними суетились блеклые, задыхающиеся фигурки людей. 9Весь Цветаев потонул в плотных клубах дыма, и даже листья потемнели и выцели, словно бы их коснулась смерть… 5Рядом с Иваном сидел немецкий офицер и курил без перерыва сигары. 9В кабине дышать было практически нечем и синие с кровавыми ободками круги плыли перед Ивановым лицом. 9Но он помнил, что должен казаться здоровым, бодрым даже, он глотал пыль и прислушивался к крикам, 9которые долетали из кузова… 9Туда из кабины вело маленькое запыленное, грязное окошечко и к нему прильнуло из кузова воспаленное лицо одной из материй. 9Она ударила несколько раз в стекло и истерично завяжала, 9- Дышать нечем… воздуха! 9Отпустите нас, нам дышать нечем! 9А-а! 9Ребенок умирает, слышите вы у меня ребенок умирает! 9Ох, выпустите, выпустите, сил моих нет, ох дышать нечем, куда ж вы нас напихали! 9Ох, Мишенька, задыхается ведь! 9Куда вы нас везете? 9Отпустите нас! 9Офицер развернулся и ударил дулом пистолета в стекло так, что несколько тоненьких грязных трещинок бросились от него 1в рассыпную по стеклу. 9Наконец в движущейся стальной массе появился проем и Иван, собравшись, направил в него грузовик. 5Из кузова тем временем вновь завизжала пронзительно женщина, 9- Оля! 9Олечка, деточка моя! 9Да что ж это! 9Моей девочке плохо, слышите остановите машину! 9Здесь дышать нечем! 9Ох… 9Остановите… а-а! 8Пропустите… а-а! 9Олечка! 9- Она вдруг зашлась в крики, а офицер легонько коснулся Иванова плеча дулом… 9- Куда вы их везете? 8- спросил Иван, забыв от разрывающей его изнутри боли, что офицер не понимает русскоечи. 9Офицер проворчал что-то, зато в кузове его голос услышала это одна из материй и вот ее крик уже схватывал стальным 8раскаленным обручем голову Ивана… 9- А-а! 0- задыхаясь кричала она, – так значит нашелся выродок, выслуживаешься значит! 9Куда везти, спросил он у них услужливо. 9Выродок! 9Падаль! 9Выслуживайся, выслуживайся, гнида! 9А ты знаешь, выродок, что тут за твоей спиной дети умирают… а-а! 9Но тебя хлебушком с мысляцом накормят, тебе это самое главное, выслуживайся… 9У-у-у! 9- И тут раздался звук плевка, и Иван понял, что это в него плевали и хоть разделяло их стекло почувствовал он этот 1плевок и еще сильную, звонкую пощечину… 9Он судорожно вцепился мокрыми, липкими пальцами в руль и пытался вести машину туда, куда указывал ему офицер. 9Впереди дребезжал по разбитой улице танк и в кажущихся Ивану кровавыми клубах пыли ничего не было видно. 9Лишь иногда проплывали по бокам размытые, нависающие над дорогой контур и… не деревьев, а грозных великанов и казалось Ивану, 9что слышит он их гневные голоса… 9Предатель! 9Слабак! 9Подаль! 5И Иван, не осознавая того, что он говорит вслух, стал вырывать из своей души… 9- У меня ведь жена и двое детей, они ведь дома меня ждут! 9Под долом пистолета ждут, понимаете вы это? 0Ну отвезу я вас, ну и что ж, если бы не отвез, так кто-нибудь другой нашелся. 9Вы говорите выслуживаюсь? 9За кусок хлеба с маслом? 9Да я знаете, как хотел бы умереть, перекрызть хоть одному из них глотку и умереть, а так сейчас мука, му-ука, а сейчас мне. 9Но у меня жена и дети, вы знаете что будет, если я что-не то сделаю? 9Может их к забору приколотит. 7Поняли вы, поняли. 2И не смейте меня винить, не я это все придумал. 9Вот отвезу вас и все, и забуду… нет, не забуду, я мстить буду. 9Вы слышите, я мстить буду!… 9Со стороны офицера раздался оглушительный, разрывающий кровавый клубящийся воздух выстрел и резкая боль вломилась в Иванов 4череп, проламывая кости. 0Он решил, что все кончено и надеялся, что обретет теперь вечное спокойствие, но жизнь не уходила, он по-прежнему вел грузовик, 9и по-прежнему орали, задыхающиеся, умирающие дети. 9А тот выстрел на самом деле был вовсе не выстрелом, а лишь раздраженным выкриком офицера… 9Клубы дыма начали наконец редеть, и в их разрывах замелькали нагретое солнцем поле. 9Цветаев остался позади. 0Еще несколько минут ехали они в войсковой колонне, но вот офицер жестом велел Ивану сворачивать в сторону на проселочную 9дорогу. 9Ставшие уже привычными кровавые плотные скопления пыли неожиданно отхлынули назад. 9И вновь подумалось Ивану, что все это, все виденное им тоже отхлонит назад, окажется лишь видением, 9живущим в клубящейся пыли. 9Здесь же, на ярко-золотистом колышущемся пшеничными всходами просторе, конечно не может повторяться то кошмарное, 9что видел он в пыли, во дворе больницы… 9В кузове тоже увидели солнечные лучи зеленой травы, которые дрожа откатывались назад по нагретой августовским солнышком 8проселочной дороге. 9И солнечные эти лучи слабые, но такие ощутимые в смертоносной духоте потоки свежего воздуха не менее. 3Немного ободрили их, поутих плач и стоны, и только одна женщина всегласила страшным, нечеловеческим воплем 9- Оля! 6А-а! 9А-а! 8Маленькая моя А-а!… 5Иван достаточно хорошо знал эти места, сюда, направляясь к лесу, бывало ходил он вместе с семьей. 9Неподалеку протекала речка Журчалка, один из синих, блистающих на солнце, изгибов которые можно было видеть на картине с 6молодой барышней. 9Вспомнилась опять ему картина, и зануло тоскливое сраненном сердце, захотелось взглянуть в те добрые наполненные пробуждающиеся 7ю на любви глаза… 9Захотелось взглянуть и на Журчалку, на дне которой он, еще в детские годы, пытался найти пиратский клад. 9Но до реки ему не дал доехать офицер, он велел остановиться у дорожной развилки, здесь одна дорога вела в сторону леса, 2другая к Журчалке. 3Здесь росли, обнявшись ветвями, три сестры, три высокие стройные березы с густыми, 1издающими при ветре печальное пение кронами. 9Сейчас здесь было весьма шумно. 9В тени сидели, прислонившись спинами к стволам, несколько разморенных на солнце фашистских солдат. 9На них остались одни лишь трусы, остальная же одежда и автоматы, валялись рядом в густой траве. 9Там же, в траве стоял и граммофон упронзал августовский полдень торжественным, и, как показалось Ивану, 9каким-то пьяным маршем. 1Пластинка видно была заезженная и от раздающегося трескучего шипения казалось, что сотни змей поселились в траве… 9Сидящие в тени солдаты похоже наслаждались минутами отдыха, затягивались папиросами, лениво переговаривались… 9Когда грузовик остановился они нехотя поднялись и взяли свои автоматы, а дываться они не стали, 9так и остались в одних трусах, граммофон не выключали и в воздухе все шипело рвался пьяный марш. 9Иван следом за офицером вышел из машины и вдохнул с наслаждением теплый, 9с душистым травным запахом принесенный с полей, воздух. 9Глянул он и на лес стоящий яркой стеной в сотни метров. 9В это время хлопнула задняя стенка кузова и стали выпрыгивать оттуда женщины и дети… 9И вновь начался кошмар. 9Иван ощутил сладковато-тошнотворный привкус в крови во рту, но он не мог эту кровь выплевывать или сглатывать. 9Он просто смотрел. 9Тех женщин и детей, которые при выходе из грузовика ступались, падали солдаты лениво, без злобы, 9они ведь отдохнули под кроной, били прикладами по спинам или прямо по головам. 9Последняя в кузове осталась голосящей пронзительно над умершей дочерью женщина, 9она не воспринимала происходящего и только заходилась в пронзительном вопле 8- О-л-я-а-а-а! 0Офицера этот крик явно раздражал и он, сморщившись и нервно отбросив в сторону недокуренную сигару выхватил револьвер и, 9запрыгнув в кузов, несколькими свинцовыми разрядами прекратил этот, столь неприятный ему вопль. 1Других женщин и детей построили в ряд и велели раздеваться, тогда все поняли, что ждет их. 9А Иван, осев на разом ослабевшие колени привалился спиной к колесу грузовика. 9Его тошнило, а он даже и не замечал этого, кровь мешаясь с содержимым его желудка медленно выплескивалась на запыленную 1одежду, а он все смотрел… 9Одна из женщин попыталась воспротивиться, кто-то закричал, кто-то зарыдал, кто-то упал на колени, моля о пощаде для детей… 9Непокорных били прикладами, били сильно, но только по лицу, чтобы не испачкать одежду… 9Какая-то молоденькая беленькая девушка, прижала своего малыша крепко-крепко к груди и шепча молитву бросилась бежать. 9Один из солдат одним рывком догнал ее, повалил в дорожную пыль и со всего размаха обрушил приклад на ее лицо… 9Там все разом залилось кровью, а он, обиженный тем, что ему пришлось волноваться, бегать за ней под этим жарким солнцем, 9ударил еще прикладом у младенца, а потом еще раз ее, ногой в живот… 9В этот страшный момент мысли в голове Ивана прояснились. 9- Неужели я действительно трус и подлец? 9Да ведь так, пожалуй, и есть. 9Захотел ведь спасти семью, по легкой дороге пошел. 8Ведь правильно та женщина сказала, выслужиться захотел. 9Но пусть не за хлеб с маслом, а за то, чтобы жену и детей не тронули. 9Ну вот выслужился, привез, теперь может и не тронут твою Марию да Сашку сырой, а ты смотри, падаль, 9как с твоей выслуги убивают других Марий, Сашек да ирок. 9Вон они, чем хуже тот мальчонка твоего Сашки, его мать уже штыком закололи, а он смотрит теперь на всех так, 8точно глотку им перекрысть хочет… и на меня, и на меня он так же смотрит. 8И правильно делает, я ведь поддался, я же послужил этим нелюдям хоть немного. 7Ну теперь смотри Иван и запоминай, все Иван запоминай… 9Еще несколько женщин бросились на солдат и те, сожалея о испорченной одежке, метнули в них смешно. 3- Мама! 9Мама! 9- Вдруг закричала маленькая девочка в белом платьице. 9- Страшно мне мамочка! 9Что эти дяди делают, мамочка? 9Давай уйдем отсюда, пожалуйста! 9- И вдруг взмолилась протянув тоненькие ручки к фашистам, – отпустите нас пожалуйста! 9Дядя, что вы делаете? 9Маме плохо… 9Один из тех к кому обращены были эти слова сморщился, передернулся и, бросившись к граммофону, 9сделал пьяный марш еще громче, теперь он оглушающе шипя ревел в воздухе, заглушая все крики… 9Иван все еще смотрел на эту девочку в беленьком платьице. 1Это платье оставалось облачно-белым, хотя все вокруг были в пыли, и лицо девочки было не изможденным, а светлым и чуть 1растерянным, она просто не понимала и не могла понять происходящего, для нее не существовало царящего вокруг ужаса, 8тот светлый, сказочный мир детских фантазий в котором жила она все время до этого был так силен, 9что этот ад не мог захлестнуть ее, она просто оставалась таков же, какой была раньше. 9Но она, видя больно лица своей матери, волновалась за нее… 1Иван, затравленно шипя и выплескивая большими комьями изо рта кровяную смесь, пополз к этой девочке. 8Но он полз слишком медленно, тело его не слушалось, дрожало все, передергивалось. 8А с них уже содрали одежду, и все они, и женщины, и дети испуганно жались теперь под пронзительными взглядами солдат и 5офицера. 2Их повели к Орву, который, судя по свежему пласту земли, раскопан был совсем недавно. 9Дети, по большей части не понимавшие что их ожидает, плакали, заглядывали в смертельно бледные лица своих материй, 9и чувствуя приближение чего-то грозного и непонятного для них, просили освобождения. 9А в женщинах надломились выкрученные до предела пружины нервов. 9Почти все они не кричали более, а лишь беззвучно роняли крупные страшные слезы… 1У Ивана опять заклубилась перед глазами кровавая пыль и вот кажется ему уже, что не слезы это катятся по их щекам, 9а каплей темной крови. 9И их презрительный шепот налетал на него со всех сторон волнами… 9Падаль! 9Восслуживайся, водя им машины за свой кусок хлеба с маслом! 2- Стойте! 9Стойте! 9- хрепел он, прорываясь вслед за ними рывками, и понимал с ужасом, что слабого его голоса никто не услышит, 9что этот его жалобный стан бессильно тонет в оглушительном пьяном марше, 9но гораздо громче этого шипящего марша звучали полные презрения, проклинающие его голоса материи. 9И вновь услышал звонкий и мощный, дребезжащий ослепительный звездно-хрустальной струной, 8протянувшийся через всю вселенную голос, голос той малютки с ясным, чистым взором… 4- Мама! 7Мамочка, почему тот дядя ударял тетю? 9Ведь этого не должно быть, ведь он сделал ей больно… 9Мамочка, почему все такие грустные, почему никто не смеется, почему все плачут? 9Солнечный денек сегодня, да, мамочка? 9Смотри какая травка зеленая, а вон там речка на солнце блестит, надо в ней всем искупаться, а то на солнышке жарко, 9вот потому наверное все такие злые. 9Но скажи чего-нибудь, но надо чтобы все развесились, ведь мы могли бы все сесть и песенку спеть, но зачем печалиться, 8ведь солнышко светит… 9Ой, мама, смотри, смотри, это же наш шарик бежит, вот здорово! 5И это было, быть может, невероятно, откуда взялась эта собака? 9Возможно, это была их домашняя собака, забытая, потерянная где-то в огромном потоке отступающих, и вот именно теперь, 7каким-то чудесным провидением, словно волшебной мирожнеслась она к ним через поле. 9Это был большой, ослепительно-белый, пушистый, действительно похожий чем-то на облачный шар пес. 9Он бежал со стороны Цветаева и, судя по свисающему языку, устал от долгого бега. 8Но как только окрикнула его девочка завивлял он быстро хвостом и даже взвизгнул от радости и рванулся к ней уже со всех 7сил, словно рощерк молнии. 8Офицер взглянул на этого стремительно приближающегося громадного пса, выругался и выстрелил… 9Мгновенно белый облачный шар окровавился, заскулил жалобно, но все еще продолжал бежать навстречу своей любимой 7маленькой хозяйке. 9Он был уже совсем близко, когда офицер выстрелил во второй раз. 9- Нет, что вы делаете? 9Вы… 9- Светлые глазки девочки налились ужасом, когда весь залитый кровью пес завертелся, жалобно скули, 9на земле в нескольких шагах от офицера. 9Девочка вырвалась от матери и бросилась, заливаясь слезами, к умирающему псу. 9Фашист тем временем нацелил свою железную закорючку на голову пса, намериваясь докончить его этим третьим выстрелом. 9Он делал это картинно, не спеша, встал в красивую позу, выпятил грудь, он знал, что солдаты смотрят на него и ему хотелось бы 9услышать восторженные возгласы за этот выстрел… 3А девочка уже была рядом с псом, встала перед ним на колени и плача обняла за окровавленную, судорожно вздрагивающую голову. 4- Миленький, что они с тобой сделали? 9Как могли… 1Она осторожно провела ладошкой по его лбу и заплакала еще горше, а пес из последних сил вывернул голову и лизнул ее в щеку. 9А она с непониманием вскинула взгляд своих серебрящихся глаз на нависшего над ним фашиста. 9И она смотрела ему в глаза, пыталась понять, как же это он мог сделать такое. 9Как такое возможно вообще на белом свете? 1А этот офицер видел перед собой досадную помеху, какую-то низшую примитивную субстанцию, издающую непонятные, 8раздражающие его звуки. 9И эта, годная только для расстрела субстанция, каким-то образом помешала ему произвести картинный выстрел. 9Ему даже послышалась насмешка, со стороны солдат… 9Он нервно передернулся, схватил ее за волосы, резко развернул и приставив ей револьвер к затылку выстрелил, 7затем отбросил в сторону и уже без помех картинно выстрелил в голову пса… 9Иван видел все это, видел как лопнули с оглушительным треском кости ее черепа и светлые глаза разом исчезли, 9канули в кровавом море. 9Весь залитый кровью мир вокруг Ивана стал проворачиваться. 9Все предметы, люди, даже свет и тени стали разъезжаться в стороны, закручиваться в стонущие спирали, 9и над всем этим нарастая и затихая шипел пьяный марш. 9Мир рушился перед глазами Ивана… 9Что это падает с неба? 9Солнечные лучи? 9Нет! 1Это гвозди вбиваются в плоть земли и она кричит и стонет жалобно и трещат ее кости и взметаются вверх кровавые фонтаны. 9А он грыз зубами эту землю, вцеплялся в нее дрожащими пальцами и, обламывая кровоточащие ногти, 9делал еще один рывок вперед к этому офицеру, жаждая вцепиться в него зубами и разодрать его в клочья и всех, 9всех их разодрать. 9Но вот неожиданно открылся перед ним тот свежевурот и ров, открылся сразу во всю глубину будто он взлетел в воздух и оттуда 8смотрел вниз. 8Там, на дне рва лежали залитые кровью, синеющее уже тело. 9Видно, их заставили копать себе могилу, не стали бы фашисты утруждать себя такой грязной работой. 9Теперь почти все они были мертвы, кто-то еще правда слабо шевелился… 1Плоть уже начала разлагаться и, привлеченные запахом, жирные откормленные мухи дребезжали в воздухе. 9Ивану никогда не доводилось видеть таких мух, они отливали цветом мертвичину и лоснились от жира, 9их было великое множество и откуда-то подлетали все новые и новые. 9И тогда он понял, что это особые мухи, которые следовали за войском и питались оставляемые за ним, 9мертвичиной. 9- Мама! 1Мама! 9- Неслось со всех сторон, и с неба, и из-под земли… 9Их расстреливали. 1Звенел в воздухе свинец и падали, вздрагивая еще, тело женщины-детей. 9Но вот у фашистов кончились патроны. 9Были у них и запасные рожки для автоматов, но они лежали около трех берез им лениво было туда идти, 9тем более они вошли в раж, и ими двигал почти спортивный интерес, кто больше сможет перебить этих, 9низших человекоподобных особей. 9Нашлась работа для их перекладов, ими они старались бить по шеям, так дробились шейные позвонки и ликвидируемые объекты быстро 9затихали. 9Один из солдат, громко считал убитых им, остальные сосредоточенно работали, они действительно старались, и потому, 9несмотря на то, что одеты были в одни трусы, взмокли все. 8Иван глухо рыча, и все еще выплескивая изо рта кровяную кашу, достиг наконец офицера. 9Он хотел ему вырвать горло, но не смог подняться с земли и сжал зубы ему на икре, словно разъяренный пес. 9Офицер вскрикнул и, сыпля ругательствами, методично принялся бить Ивана рукояткой пистолета по темени. 9Иван, все урча, еще сильнее сжал свои зубы и продолжал с яростью вгрызаться в его плоть. 9А потом в его голове вспыхнула ослепительная, пронзающая молния, объяла его миллиардами жгучих, 9прожигающих до костенитей и погрузила в черноту. 5Звездочка-звездочка-звездочка в лицо ему плеснуло что-то и он решил, что эта кровь и застонал, и задергался. 9Потом в рот ему полилась прожигающая, вывертывающая его всего горечь и он понял, что это детские слезы и закричал… 9Но вот перед глазами прояснилось и он увидел высоко над собой три печально поющих зеленых озера окаймленных синими небесными 9берегами. 9В глубинах озер трепетало, подмигивая ему ослепительным глазом, солнце. 9Три белых стройных и ветвистых колонны поднимались к этим озерам. 9И вновь необычайно отчетливо, гораздо более отчетливо нежели голос склонившегося над ним офицера, 9услышал он крик той девочки в белом, небесном платье. 9Она звала свою маму и жалела своего верного пса и смотрела с немым укором в его глаза, 9- Зачем ты привез меня сюда, дядя? 9Почему ты не помешал им? 9- Ради чего?… 6Этот вопрос новым мучительным всплеском отдался в его голове, когда его поставили на ноги и ударили несколько раз по щекам. 1И он увидел, что подъехал уже новый грузовик и выгружали из него, каких-то новых людей среди которых были убиты уже во дворе 0больницы русские солдаты. 1Вдруг перед ним к туманным полотнам вырисовался в воздухе свиррит, он весь содрогался, и время от времени растягивались, 2разрываясь разные части его тела. 5Время от времени отпадали у него руки и голова, но он вещал Ивану, своим быстрым голосом, 9- Ну, Иван, ты не прав, второй раз сорвался. 9Да, не прав. 9Но вот скажи ради чего ты на все это согласился, ради жены и детей, так ведь? 9Столько шагов ты сделал и теперь отступать вздумал? 9Ну вот подумай, что они с женой-то с твоей сделают? 9Она ведь красивая, молодая, но ее все они того, а потом в рабство себе угонят и детей угонят. 9А она ведь у тебя с характером, ну ты ее знаешь, она ведь могла бы руки на себя в случае чего там наложить, 0но и за детей не наложат, нет, только поседеет вся, это вот может случиться. 8Вот и думай теперь Иван, если не поздно еще… 8А то может и поздно, – расстреляют тебя сейчас и все тогда, знать, стало быть, будешь, как против них-то идти. 9И вновь Ивана терзала мысль, что если он не выслужится сейчас как-нибудь, не покажет свою покорность, то все пропало, 2и Марья, и Сашка, и Ирочка… 9Хотя он и чувствовал уже, что прежнего не возвратить, что лег между той светлой рощей в котором говорил он ей впервые о любви 1и этим страшным днем непреодолимо веров заполненный телами привезенных им детей и женщин, он все же надеялся еще, 9что может хоть для своей семьи сделать что-то хорошее. 5Хоть для них он должен как-то выслужиться перед этими, каждому из которых жаждал он перекрызть глотку. 9Он не мог выслуживаться, его воротило от одного взгляда на них, и он знал, что если он откроет рот, 9то вместо слов полетят из него плевки. 9Офицер тоже смотрел на него с презрением, как нападаль, ясно было, что если бы не был Иван шофером, 9то пристрелил бы он его на месте, как белого пса, как ту девочку… 5Ясно было и то, что он так и сделает, как только привезет их Иван обратно в город… 9И вновь перед ним поднялся из-под земли свирит и, распадаясь на части, заверещал стремительно,-но что же ты Иван стоишь? 9Если так и будешь стоять так и пройдет все напрасно… 9Вспомни-ка Ирочку свою, помнишь как она ночью к тебе подходила и говорила, что нет и не может быть войны на земле? 9Ну, помнишь как она тебе говорила, что все это лишь сон кошмарный? 8А помнишь ты, как при этом месяц в окно светил, какой сад чудесный был, и канонада смолкла, и ты, глядя на Ирочку, решил, 9что всего этого действительно не может быть? 9Ну так вот, Иван, если не выслужишься ты сейчас, то угонят ее в концлагерь, и сына, и жену твою угонят. 9Гнить они там будут заживо, но разве ты не знаешь, как в лагерях издеваются? 1А потом их в печке сожгут, вот и думай теперь Иван, что тебе делать, кусаться ли, плеваться, или выслужиться все-таки, 6чтобы их спасти? 0Вновь затрещали пулеметы и крики умирающих поглотились в шипящих порывах вновь налетевшего пьяного марша. 9Еще не все были убиты, кого-то добивали прикладами, когда подъехал третий грузовик и офицер, прихранный, 3гамывая на прокушенную Иваном ногу, зашагал к нему. 9Из грузовика вновь стали выгружать измученных, перепуганных, по большей части плачущих и стонущих людей. 5Здесь были все, и дети, и женщины, и несколько мужчин, и старики, и старухи. 9Солдат явно не хватало. 1И вот Иван увидел как какая-то старушка, сгорбившись, скособочившись и едва заметно вздрагивая отшатнулась куда-то в сторону и 1стала пробираться к высокой, колышущейся за дорогой пшенице. 9И вновь Иван слышал этот настырный голос, бьющийся в его голове, – вот он твой шанс, что же ты стоишь. 9Видишь эту старуху, ей жить-то осталось от силы год, а то, может, и через неделю помрет, да нет, она перенервничала, 9вон как дрожит вся, прямо на этом поле и помрет, отползет немного в пшенице и помрет. 9Да, точно, так и будет. 9Так значит надо показать, что я готов служить, чтобы семью-то свою спасти… 9Ну вот, стало быть, надо эту старуху задержать, она ведь все равно уже мертвая… 9Качаясь из стороны в сторону, словно пьяный, он пошел следом за старухой и еще боялся, что она уйдет, 1она была уже у самой грани пшеницы, еще несколько шагов желтые, золотистые волны поглотили бы ее. 9И тогда он, испугавшись что она уйдет и его не простят, закричал надорванным истерическим голосом, 9булькая сочащейся из разбитых десен кровью, «Стой! 9Стой, стык…» 1На его крик обернулись сразу несколько солдат, обернулась и бабушка, стоявшая уже у самой грани дышащего теплом моря. 9Обернулась и бабушка… 0Она была стара, глубокие морщины изъели ее темное лицо, а в глубоко посаженных под густыми бровями глазами горели слезы. 9С укором посмотрела она на Ивана и медленно поднесла к его лицу выгоревшие руки… 9На руках покоился младенец, одетый в белую рубашку. 9Младенец этот сладко спал, и его ангельский сон не могли разрушить ни вопли, ни оглушительные вспышки выстрелов… 0А потом бабушка открыла свои уста и ее укоризненной, полной сострадания ко всему, и даже к нему, голос, 9заполнил для Ивана все, поглотил в себя и пьяный марш, и вопли сумасшествия, и каждым звуком, каждым словом, 9словно бы вбивал клинья ему в самую душу, 4- Что же ты, сынок? 5Что же ты страдаешь здесь? 9Что же ты позвал-то нас, что за бес тебя попутал? 8Вот посмотри на малыша, Виталиком его зовут… 9Видишь, как спит-то сладко… 9Зачем ты позвал нас, соколик… 1Она хотела еще что-то сказать, да не успела, подбежали солдаты и погнали ее, брезгливо пиная ногами, 7к наполняющемуся плотью рву. 9Она, все еще бережно прижимая к груди малыша, часто падала, но каждый раз поднималась… 9Иван как бы и рванулся половиной своей души за ней следом, эта половина кричала, что надо остановить ее, 2вторая же половина оставалась на месте и видела перед собой лица Марьи, Саши и Иры. 1И вдруг зашелся он в демоническом вопле, 9- Па-адалья! 5Па-адаль! 9Темные вспышки раскалывали вселенную и кровавые молнии промзали небосклон, вновь мировоззание перед его глазами растягивалось, 9перекручивалось под яростными углами, вспыхивало ослепительными вспышками, дрожало в агонии, 9носились вокруг какие-то обуянные паникой люди, причиняли друг другу боль… 9Иван чувствовал, что теряет сознание, падает в какой-то черный омут… 9Он уже стоял на четвереньках на разваливающейся под ним на части земле, вцеплялся в нее окровавленными, 9разодранными ногтями, и грыз ее… 9Запели вокруг соловьи и потоками хлынули со всех сторон цветов всех оттенков зеленого, солнечного, до небесного. 9Он сидел на срубке, а прямо перед собой видел милую, юную Марью. 9Он, кажется, только что признался ей в любви и слушал теперь как поют соловьи и звенит каменистый, 9с несколькими водопадиками родничок. 9- Иван, – зазвенел голос Марья, – как прекрасен этот мир… 0Правда! 9Как здорово! 9Это ведь весна, нет сейчас лето, но в душе-то весна, я так себя только весной чувствую, 9когда провала мертвой из земли живой исходит. 9- …Марья, Марья, – он схватил ее за руку и зашипел, – он рушится, этот мир, Марья! 9Ты радуешься весне, но близится ведь что-то страшное, неминуемое. 9Мы сидим с тобой на этом зеленом пяточке, уединившись на минутку, ну пусть на час это всех, но ведь они есть, 9и есть большой, страшный мир, о котором мы сейчас забыли, но который нахланит на нас через час. 9Он, этот мир, Марьюшка, заливается кровью, зло его заполняет, а нам… что нам делать, любимая моя?…… 9И тут Марья превратилась в ту молодую барышню со старой картины. 9За ее спиной ожил давно ушедший в небытие пейзаж и давно умершие дети закачались на качелях, 9а по несуществующему больше озеро закружились грациозно изгибающие темные лебеди… 9Она задумчиво и печально смотрела на него, а в тонких ее ручках застыла открытая где-то на середине книга. 9Солнечные лучи нежными поцелуями ласкали лица Ивана. 9- Что там за твоей спиной, обернись, – негромко повелела она ему, и обернувшись он увидел двор больницы, 9там висел на заборе прибитый десятками здоровенных гвоздей человек. 8Железный костыль торчал из его черепа, но он был жив и с немым укором, смотрел на Ивана. 8- Ваш мир охватили бесы, – прошептала девушка и по щекам ее побежали слезы, а книга, выпав из рук, 9обратилась стая черных скорбных лебедей, которые в мучительном танце подмялись в небо. 9А она говорила, – вами правят бесы и вы даже не понимаете, не чувствуете этого. 7Вы не понимаете уже, что и зачем делаете, не чувствуете, что падаете в этот ужасный ров, 9там ведь только уже телефон в этом рове… 4Господи, отец мой, дай успокоение этим душам, избавь, избавь их от этого, молю об одном, избавь! 9И вновь мир вспыхнул, переворачиваясь ног на голову и мириады воплей и завываний хлынули в него. 9И он увидел себе стоящим на дворе больницы и не знал, явь ли это или же вновь видение. 9И он не знал, что он есть явь и что он есть видение, ведь то что он видел только что, 9было гораздо более реальне этого кошмара и он не помнил как очутился в этом дворе, он просто стоял покачиваясь, 9и пыльный мир вокруг него все темнел и багровел. 5Но вот выплыл припадочно дергающийся свирит и сотрясая до хруста костей его руку, успокоительно завизжал, что-то. 9- Где моя жена и дети? – заорал вдруг Иван, надвигаясь на него, – что с ними, где они? 9Свирит лепетал что-то стремительно, но Иван не понимал его… 5Вот из расползающегося накровавленные, стальные ошметки мира, выплыл залитый многими слоями крови забора тело прибитное к нему… 9Череп его был пробит ржавым костылем и видны были даже трещины разбежавшиеся потому что было когда-то лицом. 9И еще, до того как вогнать этот последний железный костыль, резали они его ножами, 1и теперь мясо витое мухами и внутренности свисали канатами вниз и шевелились словно живые от жирных армейских мух… 9Иван, сам не зная зачем, дотронулся до проклинающего свою участь костыля и шатаясь пошел со двора. 9Но пошел он не домой, нет, он обогнул забор и нашел там место где этот костыль и особенно крупные гвозди выходили наружу. 9Он дотронулся до строй, прошедший сквозь кости, мозг и дерево грани, надавил на нее пальцем так, 9что грань дошла и до его кости, а затем оттолкнул на зойлево рыдающего свирида, и зашагал в поднимающихся, казалось, 9к самому небу кровавых густых клубах дыма. 4ЗВЕЗДОЧКА ЗВЕЗДОЧКА ЗВЕЗДОЧКА, ПРИШЕЛ! 9ПАПА ПРИШЕЛ! 9- крики Мария и Сашки прорвались, казалось, с самого неба и нахлынули на Ивана так неожиданно, что он задрожал весь, 0ноги его подкосились и он начал падать вниз в бурлящее кровью дымчатое Мария. 0Он не верил в происходящее, образы убитых по его выслуге детей и безымянного мученика прибитого к забору тошнотворно ярко 7стояли в его глазах. 9Но все же… 8Некая жгучая мягкая материя сжимала его, не давала хотя бы пошевелиться и выплескивала, 9и выплескивала в самые уши пронзительный плач. 8- Иван! 9Иванушка, где ты был? 9Иванушка, да знал бы ты… 9ГДЕ ТЫ БЫЛ?… 9Ну что же ты, аль не слышишь меня? 9Ну посмотри, вон Ирочка… 9И при имени дочери словно просветлело в Ивановых глазах, увидел он родную горницу посреди которой он стоял уже бог 8знает сколько времени… 9Только это уже была совсем не та горница, которую видел он еще утром, ад проник и сюда… 9Этот ад в виде краснолысого немецкого карапуза развалился за столом и деловито, с презрительной усмешкой наблюдал за 2Иваном. 9Перед ним на столе стояли пустые уже тарелки и большие, наполовину опустошенная бутылка вина. 2Рядом с карапузом сидел готовый подержать отрывистым смехом любую шуточку начальника Белобрысой, похожий на жертвь-переводчик. 9Иванов затравленный взгляд метнулся и вниз, скользнул по Марье, по Сашке, и наконец по Ирочке, лежащей на печи и хрипловато, 9слабо, как в лихорадке стонущей. 9- Что они с тобой делали? 9Ох, ты же в крови весь, Господи, весь кровью пропитан! 9Вся рубашка, все штаны… 0- Марья нежно и трепетно целовала его, забыв, про существование карапуза, который, однако, 9с удовольствием наблюдал за встречей этих, по его мнению, низших существ. 7Свина он разомлял и пребывал в добродушном настроении. 9Через переводчика он потребовал 9- Расскажи нам всем о том, как ты провел этот день. 5При этом он наполнил вином загрязненный чем-то стакан и жестом предложил Ивану выпить. 9- Я не должен следить за своей чью, я не должен говорить, Господи, да если он хоть половину из того, что было узнает… 9Нет, я не знаю, не хочу знать, что тогда будет… 9Но ни она, ни дети не должны узнать это. 9Иван вновь взглянул на ее рассеченный шрамом от автоматного дула лопы, не решившись взглянуть в глаза, проговорил слабым голосом, 9- Задание было выполнено. 9Я отвез всех, все то есть, ну и там ваши солдаты сделали все, что нужно… 9Он покрылся потом и задрожал одновременно, у него был озноб. 9- Подробнее? 9Я хочу слышать все подробно! 9- лениво требовал Карапуз по-прежнему протягивая в сильно дрожащей руке кружку с вином. 9- Я не знаю… 9- Они кричали, эти ваши отвратительные маленькие выродки кричали? 0Я хочу знать! 9- Казалось Карапуз вот-вот раскапризничается. 9- Я не знаю! 9- Иван хотел умереть. 9Вздрагивая, перевел он взгляд в наполненный плавными движениями рыбок и водорослей аквариум и мучительно чувствовал жаждущий 1ворваться в его глаза внимательный взгляд Марья. 9- О чем он говорит? 9- Зашептала она страшным голосом. 8- Я не знаю, 5- В третий или в тысячный раз проскрежетал он, ожидая когда же окончится эта пытка… 9- Выпей вина, русский Иван… 9Я говорю тебе, выпей вина, а потом рассказывай мне все подробно. 9Иван задрожал и всем телом рухнул к столу, судорожно выхватил протянутый стакан, глотнул поперхнулся и с трудом сдерживая рвоту 9- Он все зашипел, они кричали, дети, их матери и старухи, все кричали. 9Я отвез их, как вы и требовали, выполнил все… 9И там был еще пьяный Марж… 9Господи… 1Он резко развернулся к забившейся в угол, обхватившей Сашку Марии и, глотая слезы, застонал, 9- Они просили вывести женщины детей из больницы, просто вывести, понимаешь? 5Они их поместили в более надежное место, далеко от этого шума, грохота, от этой пыли… 9Ты видишь Мария, она и здесь уже эта проклятая пыль… 0Ты посмотри, вон плывет… 1И действительно, медленно расползаясь в безветренном замершем от ужаса воздухе, пыль перекинулась через ограду в сад, 9поглотила в себя вишни и теперь видны были лишь их, кажущиеся зловещими, контуры. 9Пыль клубилась уже за самым окном, а Ивану казалось, что уже в самой комнате… 9- Марьюшка, – он в мучении, схватился за голову и от стола всем телом дернулся к ней. 9- Ну ты ведь не осуждаешь меня, правда ведь, я ведь только отвез их, понимаешь? 8Он бросил быстрый взгляд на Сашку и поперхнулся вновь хлынувшей с десен кровью. 9Карапуз с издевкой усмехнулся, и, не отрываясь от горлышка, переместил вино из бутылки в свой желудок. 9Он понял чего испугался Иван и теперь решил немного развлекаться, при этом он не чувствовал, 9какой-либо злобы или раздражение по отношению к Ивану, для него он в сущности и не был человеком, 9а лишь предметом с помощью которого можно немного поразвлечься. 9Переводчик внятно, словно ударяя душу Ивана огненной, ветвистой плетью выкрикивал, 9- Зачем ты обманываешь фрау Марию, русский Иван? 9Зачем ты говоришь ей неправду? 3Фрау Мария, ваш муж отвез сегодня ненужных нашей Святой Империи женщин и детей к месту расстрела, он хорошо нам послужил… 9- А теперь я хочу слушать дальше, рассказывай, русский Иван, их ведь раздевали перед расстрелом? 9- Ты ведь должен был все видеть, рассказывай нам всем какие у них тела. 9Какие тела у русских женщин, рассказывай, а то придется фрау Марии раздеваться. 9Иван уже при первых словах вскочил и бросился к ней, обнял так сильно, что, казалось, затрещали кости и заглядывая ей в самые 2глаза, роняя болезненные слезы, закричал, 9- Это не правда! 7Слышишь, слышишь, а правда это все, Мария! 9Ну вот скажи, кому ты поверишь больше, мне или ему, но скажи, ну могу я тебя обманывать, да стал бы я этим гадом выслуживаться, 9да еще так… 9Да лучше уж сдохнуть чем такое, что он говорит, творить! 8Ну посмотри мне в глаза, пожалуйста, Марьюшка, любимая моя, душенька, посмотри! 5И он весь вывернулся к ее глазам, весь бросился к ним и действительно смотрел в них честно, как смотрит человек, 9сказавшим правду! 9И он смотрел так не потому что сам поверил в сказанное, хоть ему и хотелось поверить, нет, то что он пережил, 9так же ослепляюще ярко плыло перед его глазами, он просто всею своею обратившейся в боль душой жаждал чтобы Марья поверила ему, 9и весь он обратился в эту ложь… 5Он даже сел на колени перед Сашкой и уткнувшись ему в плечо застонал, скажи, разве может папу немцу служить, а? 9- Не мог,… 0Тихо шепнул Сашка и уткнув бледное личко в подолу маминого платья беззвучно зарыдал. 9Карапуз ожидал нечто подобное и теперь улыбался вовсю, обнажая ряды желтых, больных, по всей видимости, зубов. 9В угоду ему покаркивал, нервно вздрагивая, и переводчик… 9А для Ивана продолжалась пытка, голова раскалывалась, не в силах удержать в себе столько боли, 8он вглядывался в Мариины глаза, а она, сразу же ему поверив, целовала теперь его… 9Иван не воспринимал этого, сам того не осознавая, он погрузился в маленький, огороженный стенами кровавый пыль и мирок. 9И он не чувствовал Марииных поцелуев, а слышал лишь дребезжащий рокот танков. 9И ему чудилось в ее глазах презрение. 1Он сорвался в угол, схватил там икону и, став перед Марьей на колени, заголосил иступленно, 1- Я ничего не делал, Мария. 9Христом Богом клянусь, ничего не делал. 9Провалиться мне на этом месте, век в аду гореть, кулевру. 9Но поверь ты мне, а не им, чтобы они не говорили, все равно мне верь. 1Я Христом Богом клянусь, лучше бы сдох я, нежели стал такое вытворять. 9И он обсыпал поцелуями икону и ее ноги и Сашеньку, затем заваливаясь во все стороны бросился к печи, 9схватил на руки стонущую Ирочку и ее стал целовать и все орал, чувствуя лишь одну боль. 0Вот всем святым клянусь, последней ночью, месяцем, барышней на картине, не выслуживался я им. 9Никого никуда не возил, ни детей, ни матерей, ни девочку ту… 9А прабабушку со внучкой на руках будут говорить, ты им не верь, слышишь, Марьюшка? 5Из обеих ноздрей у него сильно пошла кровь и он, исчерпав в этот истерический всплеск последней силы, 9безжизненно рухнул на пол. 0** он не знал, жив ли он, или же умер и попал в ад… 9Это было бесконечное мучение, безумное, непригодное ни для кого существование без единой минуты покоя. 9Некогда плавно плывущая, шелестящая зеленью, переливающаяся пением птиц и голосами домашних жизнь лишь иногда вспоминалась 7ему как невозможное райское чудо. 9Его новое существование продвигалось вперед все новыми и новыми надрывами. 0Мир потерял свои четкие очертания, и клубился кровавою густою пылью… 2Мир разрушился, дни не шли больше плавной чередой, но перемешивались меж собой в дребезжащей агонии. 9Кажется, в один из этих дней Марья целовала его и кричала ему на ухо, 9- Я верю тебе, верю! 9Не мучь себя, не изводи! 0Но был ли это сон или же я фюм не знал, ночные видения, и дни… все перемешалось и вот уже кричит на него из душного 9облака заполнившего собой всю горницу Марья 1- Падаль! 9Выслужился, да? 9Нас хотел спасти? 9Детишек значит подвез им, да? 7Ну еще и старушку с младенцем выдал? 9- И плевок… 9Пояснение наступило в час, когда плотная, серебрящаяся яркими звездами осенней ночи окутала землю, 9Несколько прошедших солнечных, пролетевших для Ивана в бреду дней, сохранили последнее в этом году свежее тепло. 6Окно было приоткрытое с улицы, вместе с густым, печальным шепотом умирающей листвы влетала еще и блаженная ни с чем не 8сравненная прохлада. 9Иван сидел согнувшись в бараний рог за столом и теребил завязшую в манной каше ложку. 9Марья хлопотала рядом с ним, а из соседней горницы едва слышно долетало пьяное бормотание фашистского крапуза. 9На лавочке у блещущей яркими язычками печки сидела, широко раскрыв невидящие глаза Ирочка, 9за последние недели она не вымолвила ни единого слова и на все расспросы лишь мотала головой, 6рядом с сестренкой сидела Сашка, и потирал свои необычайно большие уши это, жерть-переводчик, придумал себе развлечение, 9он ловил Сашку и сев на стул и начинал выкручивать мальчику уши. 9При этом он внимательно следил за выражением его лица, и, когда Саша начинал плакать, качал головой и с укором говорил, 9- Ты должен быть хорошим бойцом. 2Ты ведь будешь сражаться за нашу империю? 3Так ведь? 8Отвечать!… 9Сашка стоял перед ним и, хлюпая носом, отрицательно покачивал головой. 9Но переводчик уже трепал его за щеку и добродушно бормотал, 9- Ты должен терпеть боль, ты будущий солдат! 9… и вновь начинал выкручивать ему ухо внимательно наблюдая за выражением лица… 9Теперь переводчик ушел куда-то в сад… 9Марья вдруг села перед Иваном и с болью скорее простонала чем проговорила, 9- Что ж ты не расскажешь ничего, Иванушка! 9Где ж ты был сегодня, где вчера был? 0Куда они тебя заставляют ездить? 9Расскажи… 9То что они-то говорят я не верю ни слову… 2Ты ночью-то вчера как кричал, метался, они аж из дома прибежали, помни что? 0Здесь надо сказать, что их выселили из дома в амбар, где они ночевали среди коров и свиней, 9а в дом запускали только днем, для уборки, крапуз любил идеальную чистоту, чтобы все блестело. 9- Хочешь знать где я был сегодня? 9- Выкрикнул Иван и тут же осекся. 4- Действительно где я был сегодня и где я был вчера? 9- Думал он уже про себя и тогда-то и стало проясняться перед его глазами и почувствовал он разом ночную пахнущую листьями и 9звездами прохладу. 9- Где был я все это время? 9Что творил я… 9Господи, да ведь я творил это каждый день, каждый день… 1А что я творил, господи, да как же это, признаться даже себе не могу, боюсь, да что же я разум что ли совсем потерял, 9я ведь… 9Сотни разбитых перекладами, но еще живых, стонущих телефон всплыли перед ним. 9- Ох, да ты сейчас как мертвый стал, смотреть-то страшно… 9- Нет, я должен выбраться из этого адского круга… 9Ну же… 1Я… я их каждый день ведь отвожу, с разных деревень да с сел соседних, все к тому рву, его ведь еще больше вырыли, 9там теперь тысячи этих телефон, а мух миллиарды, тьма, бесконечное множество этих армейских мух… 9Дышать нечем, в воздухе прямо облако зловонное летает… 9Каждый день я их отвозил, только даже признаться себе в этом боялся. 1Все надеялся, что это лишь кошмар, лишь видение, которое растает и вновь наступил та прежняя, счастливая жизнь. 9Слабак, падаль… 9Так, но ведь должно это мучение кончиться, не вечность ведь ему длится… 9Какой же я слабак… 9Падаль! 9Падаль! 5Ему показалось, что все это он выкрикнул вслух и, вздрогнув, взглянул на Марья. 9Но вот опять испугался, опять! 9Да что же это за мучение такое, как мне жить дальше с этим? 9Что натворил я? 9Зачем, зачем вообще вернулся в этот дом, зачем я здесь, какая от меня польза если даже эту, жерть, не могу остановить, 9смотрю только, как он над сыном издевается… 9Душно-то как! 9- эти последние слова он выкрикнул и бросился к окну, перевесился через подоконник и вот услышал слабое, 9едва слышимое гудение губной гармушки. 9Звуки доносились со стороны ограды и Ивану даже показалось, что он видит там темный расплывчатый контур, жерди. 9В соседней горнице зашипел голос какой-то немецкой певицы и одновременно зазвенела бьющаяся посуда. 9- Я должен совершить хоть что-то, чтобы не так рвалось сердце… 9Ну что же я, падаль, могу сделать? 9Ведь был я когда-то бойцом, стрелял ведь в этих гадов… 9А что теперь-то, как я ненавижу этих подонков, ведь убивал я их… 9Неужели теперь не могу? 9Неужто я теперь такой слабый, что только и могу сидеть в своем углу да стонать, а что если… что если зарезать этого 9падонка, эту… жердь, которая моему сыну уши выкручивала? 9Вот прямо сейчас. 9Это последнее решение охватило его всего, и он, отшатнувшись от окна прошел на кухоньку, 9приметил на столе нож и подошел уже к столу, как услышал срывающийся на плач голос Марьи, 9- Что ты задумал-то, ох, скажи, ведь вижу я, задумал ты что-то, Иван, ты только не молчи! 9Поговори со мной… на мертвого ты похож, на мертвого… 9В себя ты и ушел, ни слова от тебя не услышишь. 9Я-то понимаю, конечно, жизнь страшная наступила, но ты ведь со мной, с детьми остался, 9что же ты в боль свою погрузился и с нами ею не делишься. 5Вижу ведь, задумал ты что-то, и это что-то страшное… 9Иван схватил ее за руку и зашипел, выпучив страшные, пылающие болью глаза, 9- Тихо ты! 9Что ты орешь, то! 9Я ведь как лучше хочу сделать… 9А сейчас уйди отсюда, иди к детям! 9- Нет! 0- Марья аж вскрикнула, – я никуда не уйду, у тебя глаза, Иван, сумасшедший, слышишь, 9не уйду пока ты мне не расскажешь, что задумал! 1- Тише! 8Не ори! 9Я тебе сказал… 9Иван надвинулся на нее, схватил дрожащие рукой из-за горла, но тут же отпустил и вновь зазвенел в его голове безжалостный 8молот. 9Шипящий голос певицы усилился, а спустя несколько мгновений на кухню вошел, карапуз, и пьян ухмыляясь и слегка покачиваясь 9уставил свои мутные глазки на Ивану и Марью. 9Иван метнул в него быстрый у полной ярости взгляд и посмотрел вновь на Марью, и теперь в глазах его пылало безумие, смешанное с любовью. 8- Видишь приполз, уродец? 9- Истерично начал он изливать из себя слова, – стоит, ухмыляется, морда пьяная, не понимает ничего, 9думает что мы тут на кухне целуемся. 9Ха! 8Слов-то он не понимает, гад! 9Ты значит спрашивала, что я задумал? 9Ну так я не хотел тебе говорить, а вот при нем скажу… 9Да, скажу, чтобы доказать, что ни трусь я, ни падаль. 9Он-то все равно не поймет, будет наверное думать, что мы тут с тобой о любви шепчемся. 9Ха-ха, мне смешно, ты веришь, Марья, что мне смешно? 9Нет, право, смешно. 9Ха! 9Ну так вот, я зарежу эту, жерть, которая сейчас в саду на своей гармошке пиликает. 9Вот прямо так возьму и зарежу, и подальше от дома отнесу, чтобы не нашли они. 9- Нет! 9- Теперь Марья схватила его за руку. 1- Опущу, ты с ума сошел, ты не понимаешь, что говоришь. 9Ты ведь не думаешь, что делаешь, это на тебя безумие нашло, послушай… 9- Безумие говоришь? 9А это вот не безумие? 9- он с силой провел рукой по ее лбу, где уродливыми разрывами остался след от дула. 9- Дрожать все время, прислуживаться, жить по их уродливым законам, это по-твоему не безумие? 9Пусть знают, что есть у нас русских сила не только в терпении. 8Вдруг взметнулась откуда-то окровавленная ладонь и с силой ударила Марью в щеку. 9Кровавый след остался там… 9Это, Карапуз, оказывается, уже некоторое время стоял перед ними и размахивая руками орал что-то, но они, 9поглощенные волной своих эмоций, даже и не слышали его воплей. 1Теперь Марья вздернулась, а Иван, схватился обеими руками за стол, чтобы тут же на кухне, не прибить это смердящее, 9пытное существо. 9Карапуз был разъярен невниманием к своей персоне и потому ударил Марью еще раз… 9Из комнаты с криком, «Не бей маму!» 9- выбежал Саша и стал бить кулачками фашиста в обвислый живот. 9- Карапуз, прошипел резкое, рвущее воздух ругательство и обеими руками оттолкнул мальчика в горницу, 1затем показал Марью окровавленный кусок стекла вытащенной, по-видимому, из окровавленной ладони. 9Он схватил Марью из необычайной для своего пухлого, маленького тела силой и поволок ее за собой, 9чтобы убрала она разбитую бутылку. 9А по всему дому хрипела, надрываясь, немецкая певица. 9- Иван не делай этого! 9- вопила Марья, – ты ведь тебя погубишь. 8Ведь поймают тебя… 9Иван остался один на кухне, хлопнула дверь, и хрипение певицы затухло, зато теперь слышны были отрывистые крики, 9карапуза, да всхлипыванию Саши в комнате. 3- Убью гада! – шипел Иван, хватая со стола нож, которым, бывало, помогал он разделывать Марье рыбу. 9Что за звук, за его спиной, легонькое похлопывание по полу, будто первое, самое радостное и светлое, наполненное лучами, 9мартовская капель… 9Кот… нет, на кота не похожи. 9Он обернулся и увидел Ирочку, она босая стояла в дверном проеме. 1На ней надето было легкое белое, с ярко-синими ободками летнее платье. 9Она была бледна, но все ж едва заметный румянец проступал на ее щеках. 9Глаза ее показались Ивану огромными. 9Они были покрыты сверкающей, живой оболочкой и больно, и в то же время и сладостно, 2и страшно было Ивану смотреть в эти глаза. 9Так стоял он перед ней с ножом, с горящими ненавистью глазами, и не в силах был пошевелиться, словно зачарованный, ждал он, 9когда скажет она хоть что-то. 9И она заговорила, 9- Я знаю, что ты задумал, папенька… 9Я все видела, все… 5Тебе ведь не нравится, что он каждый вечер говорит? 0Маменьке, а, красноголовый, – так она называла, крапуза, смеется. 9Ты ведь не хочешь, чтобы он такое больше говорил? 5Ведь ты его хочешь зарезать, чтобы он больше маменьку не расстраивал?… 9Иван опустив руки, и понимая, что она говорит правду, кивал. 9Мне тоже его страшно слушать, папенька. 9Только не убивай его, если убьешь, тогда… тогда…… из огромного ее око скатилось тяжелое, заставившее Ивана сжаться слеза, 7а она все говорила… 9- А помнишь, папенька, как ты сам говорил, – лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 9Так ведь он правду говорит, я это сразу поняла… 9- Доченька что ты? – голос Ивана дрожал. 9- От меня теперь ничего не укроешь, папенька. 1Я все знаю, все понимаю… 9Ты ведь ради нас им помогаешь, ради нас ты такие муки терпишь… 9- Что ты Ирочка? – Иван заплакал. 5За спиной девочки показался Сашка, он, видно, только вытер слезы и еще хлюпал носом. 9- Дурочка ты! – гневным, совсем не детским голосом вскричал он, – молчала, молчала, а теперь нашла чего сказать, 4належалась на печке. 1Эх ты… а ну пошли со мной! 8- Он схватил сестренку за руку и повел ее в горницу. 9Ира шла спокойно, чуть опустив голову. 9Вновь Иван остался один, и вновь слышал он шипение певицы и уже веселый, пьяный голос, крапуза, который успел забыть о том, 0что произошло на кухне. 0- Что же она, провидицей теперь стала?- 9Думал он, … 9Все ведь выложила, все, что в душонке моей лежало, и в чем я себе даже признаться боялся. 9Вот ведь оно, зарезать, жерть, ведь я хочу потому, что он каждый вечер поганые шуточки, крапуза, выкрикивает, 9а не потому что он сына уши выкручивает. 9Это он ведь тебе, падаль, в уши свинец правда заливает, а ты и терпеть не можешь… 9Только ты один терпеть и не можешь… а Мария-то все равно, она ведь и не слушает его, только тебе, падаль, верит. 9Он выронил нож… 9Певица вся хрипела и хрипела, но сквозь ее завывание прорвался гневный голос Марии и, кажется, еще звук пощечины. 9- Вот тебе. 9Руки распустил, рожа пьяный, вот и лежи на диване. 9- Что мне делать теперь… 1А все равно зарезать его, пусть все говорят, а все равно зарежу я эту, жерть, этого фашиста. 9Сейчас зарежу, а потом поздно будет, Мария выбежит в меня и уцепится не смогу я уже уйти. 1Он подхватил нож и, проскочив к горнице, в которой Сашка, втолковывал сестренке какую непростительную глупость она сказала, 9выбежал из избы в сад. 7****** вовсе не похожий на пение хрип отхлынул назад, остался в доме, который давно уже не был Ивану родным. 9Теперь он погрузился в тишину ночи, да тишина была полной, замолкли уже сверчки, ветер укутался в кронах деревьев, 9спали, где они остались, собаки, спали и люди, русские и немцы все спали в Цветеве в этот поздний час. 9Почти всем, правда, ничего не снилось и они были рады этому, других же, несчастных, мучили кошмары. 8Давно окатились за горизонт стальные чудовища, отхлынула туда вместе с ними канонада, фашисты говорили, 6что остатки Красной Армии увязли во льдах где-то за Полярным кругом… 9И только негромкие трели губной гармошки расплывались со стороны забора в этом прохладном безмолвии. 9Иван, до боли сжимая в руке нож, замер в густой, непроницаемой тени яблони, вжался в ее живой, теплый ствол и высматривал силуэт 2жерди. 9Было видно, как тот встал у забора, потянулся, и вновь уселся, наигрывая все ту же, незнакомую Ивану мелодию. 9Где-то на самых окраинах Цветаева залаяла собака, и совсем с другой стороны пришел ей слабый ответ. 2- Так… 8Соберись теперь, думай только о том, как выполнить свой замысел. 9Быть может, просто подойти к нему, сказать что-нибудь. 9Нет, он сразу насторожится, достанет свой револьвер. 0Ведь я к нему никогда не подходил, ведь я боялся его и боюсь, боюсь, что он говорит правду… 9Значит, надо ползком, как когда-то в бою, мы отступали тогда и над головами свистели пули, из пулеметов стреляли, 9над самой землей били, и страшно голову было приподнять и хотелось вжаться в землю, в ее глубины от этого свинца уйти. 9Мы тогда в нее и вжимались, а пули-то над самой головой так и свистели, так и свистели… 9Все, ползу! 9Он бесшумно метнулся на землю и пополз, сотрясаясь от страха и возбуждения всем телом. 9Он пытался, но не мог хоть немного успокоиться, напротив дрожь все усиливалась… 9- Да так я и нож поднять не смогу… 9Дрожь… 0Ох, не могу, все тело сводит, так сейчас прямо среди грядок и запрыгаю, надо успокоиться, обязательно… 9Так, стоп! 0Он замер и затем медленно перевернулся на спину. 9Яркое, звездное небо, что описывать его, каждый хоть раз в жизни любовался им, а тот кто не любовался, 9не пытался постичь взором эту бесконечность, тот либо глупец, либо слепой. 2В точности то, что увидел тогда над своей головой Иван можете увидеть и вы, 9выйдя в ночную сентябрьскую пору в далекое от города поле и задрав голову. 8Он пролежал так несколько минут, и не издал за это время ни единого звука, он не дышал, 9а сердце его вздрагивало так же слабо, как и эти бесконечно далекие, несущие отблески изначального, 6чистого творения светило. 7Потом он медленно протянул навстречу им руку с ножом и она оказалась бесконечно маленькой, ничтожной, 8какой-то никчемной соринкой против этой темной глубины. 1Он поспешил ее обрать испугавшись не немца, но чего-то высшего, грозного и вечного внимательно взирающего на него из этой 9глубины. 9Пронеслись в голове строки из давно прочитанной книги по астрономии. 9Солнце, там говорилось, лишь одна из миллиардов звезд, составляющих одну из рек галактики, 9другая же звездная река в виде Млечного Пути опоясывала все небо. 9- Покойно-то как, – прошептал он наконец, – звезды такие тихие и вечные. 9- Как их много, а я лишь ничтожная пылинка против величия этого… 9Господи, как покойно! 7Это же надо было создать такое огромное и гармоничное. 9Мы-то люди только можем этим любоваться, покой из этого черпать… 9А сами носимся с этими мелочными страстями, с этой суетной злобой… да что это злоба да суета, да все страсти мои, 9все надрывы перед этим бесконечным небом! 9Все это лишь жалкая толкотня в кровавой пыли на ничтожном маленьком пяточке мировоздания. 9Вон она вечность какая глубокая, а моя-то рука с ножом, жалкий отросток перед ней, протянул руку с ножом, да… 9А оно вон взирает на меня и на всех нас взирает, всю нашу маленькую землю и под собой видит, все наше ничтожное дело. 8И ведь не просто смотрит, а и наши взоры к себе зовет, чтобы мы тоже на нее, на вечность смотрели. 9Только мы не смотрим, а все больше в пыли-то вглядываемся, о мелочном, да о подлом думаем… 9А кто же я против этого? 9Как я могу теперь поднять нож на живое существо и пролить эту вязкую кровь, господи, да разве я это желал? 8Разве же я, о господи? 7Или мне это только причудилось, как мог я это желать? 9- он с отвращением отбросил нож в сторону и, быстро поднявшись, пошел к забору. 9Он позвал негромко, 1- Эй Ханс! 8Тебя ведь Хансом зовут, да? 0Он уже стоял перед ним, а по Вишневому морю над их головами побежал волной шелест неожиданно летевшего ночного ветерка. 9Сейчас Иван чувствовал себя, как пьяный, было легко, по жилам разбежалось спокойное тепло и хотелось сказать всем людям 2доброе слово, обратить их взор на небо, чтобы поняли и почувствовали они то же, что и он. 9Ханс насторожился, собрался и ведь, словно хищник готовый к прыжку, потянулся было за револьвером, но почувствовав, 9что никакой угрозы от Ивана не исходит расслабился, 9- Ханс так мое имя, русский Иван. 9Ты есть пить водку из Томас? 9- Нет, я не пил водки. 7- Тихо, спокойно проговорил Иван. 9Его голос все-таки дрожал, но это было не от напряжения, а от уже пережитого… 9- Ты есть не пить водка, а говорить, как пьяный. 9- Да, я пьяный. 9Я просто услышал, как ты играешь, ты хорошо играешь. 9- А яс гуд! – усмехнулся Хансы, поднеся гармошку ко рту, резко подул в нее и рассмеялся. 9- Да есть гуд, а ти умеешь играть на гармошке. 8- На твоей маленькой гармошке не умею, а вот на гармоне умею, и еще немного на гитаре, 5правду давно ее в руки не брал, сейчас, наверное, совсем разучился. 9- А на бальялойке ти умеешь играть? 8Знаешь, такая русская бальялойка? 9Брынь-брынь… дрынь-дрынь. 8Ха-ха… 9- Умью. 9- А есть гуд, ти научишь меня, есь. 9- Да, но только если ты меня научишь играть на своей гармошке. 2- Есь. 1Иван присел у вишневого ствола рядом с немцем, и закинув голову вверх к мерцающему за темным вишнево-лиственным облаком небу, 9проговорил негромко, боясь разрушить это таинство. 8- Ты давно здесь сидишь, Ханс? 9- Заката, у вас был красивый закат, русский Иван. 9Только у нас все равно лучше. 9- У вас… это где? 1- В деревне Гнесельберг, там есть жить моя Хельда. 9- Хельда, она, наверное, красавица, это твоя Хельда? 9Да ведь, Ханс? 9Вот, наверное, сейчас сидит в этом… 9Гнеселья, у забора и смотрит на это же небо. 9Небо ведь у вас такое же, да Ханс? 9Ведь оно везде одинаковое, ну, быть может, на севере и на юге звезды разные, но небо-то все равно одинаковое. 9Ты понимаешь, о чем я говорю, Ханс? 9- О, есть да, это хорошая ночь, русский Иван. 9Но тут в эту ночь ворвался хрипящий, шипящий голос певицы и вместе с ним рассеялся по саду свет из распахнувшейся двери. 9- Иван! 9- Крик Марии почти зримым клином промчался сквозь ночь… 9Резко, отрывисто залаял пес, в каком-то из соседских домов. 9Ханс лениво потянулся и проговорил что-то на немецком. 9Мария бросилась через сад прямо к Ивану. 9- Господи, Иван, я-то смотрю тебя в доме нет, ты знаешь, что я подумала, о господи… 9- Тут только она заметила хаоса и, отвесила ему пренебрежительный кивок. 9- Пойдем, – кивнула она в сторону Сарая. 4XXXX той ночью, впервые за долгое время, Ивану приснился покойный, тихий сон, 9он сидел на зеленой траве под синим небом и кругом разлита была звенящая тишина и даже птицы не пели… 9Его разбудили резким криком и ударом в бок… 9- Просыпайся, Рус Иван! 9- О, это ты, Ханс, – прокряхтел Иван, поднимаясь в полумраке Сарая. 9- Работать! 9Те есть опаздывать! 1- Господи, – Иван схватился за наполнившуюся болью голову и, все еще храня в себе воспоминания волшебного сна, 6с непониманием посмотрел на Ханса, – чего ты хочешь от меня? 9Я никуда не пойду… 9Наступил серый, дождливый день, осень окончательно вступила в свои права, затянуло траурным покрывало неба, 9орошало холодной, медленно опадающей влагой землей и шумело печальными порывами ветра в кронах деревьев… 9Ханс, сыпляя без разбора ругательствами на языках немецком и русском, вытолкал Ивана под это тусклое, 0за крыши и неба покрывало. 9- Те есть свинья, – выкрикивал он среди куда более крепких выражений. 9- Те есть раб, ты должен не спорить. 8- Я не хочу больше, Господи, я не хочу больше! – закричал Иван, схватившись за голову и рухнув посреди двора на колени. 0- Встать! – рявкнул Ханс, сморщившись от отвращения. 9Иван медленно поднялся… 1Окружающий мир казался ему теперь бесцветным, тусклым, словно бы уже умершим, ему даже чудилась вонь разложения. 9Совсем не таким представлялось ему мировоздание ночью. 9Тогда мир наполнен был звонким звездным волшебством и прохладной легкостью, и то, что терзало до этого Ивана казалось совершенно 9невозможным, чудовищным бредом, теперь же, в сером, размывающем все контуры зыбком марию, напротив, 9ночной разговор с Хансом и все пережитые им чувства казались чем-то безвозвратно потерянным. 9Теперь Иван со стоном поднимался с размытой стлякатью, дворовой дорожки и смотрел на Ханса, хотя нет, в умирающем свете, 9перед ним стоял уже не Ханс, не тот Ханс, которого ждала где-то в далекой немецкой деревне девушка по имени Хильда, 9не тот Ханс, который обещал научить Ивана игре на губной дорожке, а безымянное, жестокое и тупое чудовище по имени, жертв. 7И те, принесенные светом далеких звезд, опьяневшие Ивана мысли казались теперь глупыми, 9и вновь Иван проклинал себя за слабость, – разнежился вчера, звездочками залюбовался, с фашистом, с этим гадом, 9который моему сыну уж и рвет, да над женой измывается разговорился, черт, забыл видно, 9как такие же как к забору нашего бойца гвоздями приколачивали, а там ведь кровь до сих пор осталась, 9в доске в елосинь ничто ее не смоет. 9И девочку-ту в белом платье забыл, и сотни других детей и взрослых, забыл, забыл, падаль, под светом звезд о сотнях, 9которым шеи прикладами перебивали, а они еще хрипели,… 5Он, слегка покачиваясь, стоял перед, жердью, и буравил его мутными, ненавидящими глазами, и этот, 1обычно невосприимчивый к чувствам, низших существ, фашист задернулся, сморщился, словно от удара, 9и сам с размаху ударил Ивана в щеку, и переводчику казался теперь невозможным ночной разговор, 9он чувствовал себя оскорбленным, показавшим свою слабость перед низшим существом. 9Теперь и его глаза налилось бешенством. 9И он взорвался в истерическом визге, 9- Свинья! 0РУС-Свинья! 9ГР… 9Не смеете на мьяне так смотреть! 9РАП! 0Р… 0РАП! 7Свинья! 0Быть может, Иван тут бы и вцепился в него и перегрыз, как разъяренный и голодный волк, ему глотку, 6но тут захлебывающаяся, словно тонущая в болоте, стрекотание мотора привлекло его внимание. 9В последние дни, не так уж часто по улицам Цветаева ездили машины и мотоциклы, 9но все же никого их напряженным гулом нельзя было удивить. 2Но этот захлебывающийся треск привлек внимание Ивана, в прерывистом рокоте мотора послышались ему панические нотки, 9словно бы мотор кричал на всю, занесенную грязью, забрызганную кровью, изуродованную землю, 9они гонятся за мной, только бы побыстрее укатить, другие-другие-другие, только бы побыстрее укатить, подальше от них, 2другие-другие-другие… 9И Иван даже не удивился, что слышит и понимает голос машины, он давно уже ничему не удивлялся, 9и часто слышал голоса кровавой пыли или же детишек с изуродованными, гниющими телами. 9Вот и теперь, без всякого удивления, но в величайшем напряжении повернулся он на улицу и увидел, 6это был немецкий мотоцикл с коляской, ничем не примечательный, весь залепленный грязью, но все же мотор его панически кричал, 9они гонятся за мной. 9Ханс, почувствовав то же, что и Иван, осекся, посмотрел на мотоцикл и побледнев, так, словно увидел собственную смерть, 9длинными шагами переместился в окруженный хороводом пожелтевших яблонь дом. 9Иван же, вернулся в сарай, наскоро, но с величайшим трудом запихал в свой желудок, приготовленный Марией завтрак, 9затем ласково потрепал дрожащей рукой Сашу, посмотрел на Иру и поспешил убежать от этого глубокого, мудрого, 9совсем не детского взгляда, он поцеловал Марию и вновь выбежал в слякоть. 9Там он подобрал из маленького мутного ручейка брошенный ночью нож, вода обожгла его своим ледяным прикосновением, 9пальцы разом онемели, но он все же положил нож в карман… 9Уже идя по улице, туда, где у разворота дороги стоял порученный ему грузовик, 9он неожиданно ясно понял, за этим испуганным мотоциклом ползет по земле искореженная железная громада, 9когда-то она сотрясала мои цветаев несколько дней, но теперь она раздавлена силой куда более могучей, 8и ничто не остановит эту силу, я чувствую ее, это сила гнева, я сам когда-то был ее частью, я, чувствую, она кипит и во мне. 9Я чувствую приближение ее, могучей и несокрушимой, она сметет всех этих жердей, и, карапузов, и даже не заметит…… 9Как в скором времени выяснилось, он был прав, навалившаяся на нашу землю, увенчанная загнутыми крестами сила дрогнула, 4переломилась и медленно, но неудержимо, уже агонизируя поползла назад… 9Иван, когда-то был частью той, возросшей теперь неимоверной силы, и теперь, хоть оторван от нее, 8он все же мог чувствовать ее приближение. 9Он чувствовал и то, что окружающее его уже умирает, агонизирует, но он, все же, сам принимал участие в этой агонии. 9И в этот, и впоследовавший за ним день, и через семь дней, и даже через две недели, 9когда отступающие войска заполнили город и сотрясали его разжиженные улицы, он сидел, 1стараясь ни о чем не думать за рулем грузовика и слышал, то ли в бреду, то ли наивод доносящиеся из кузова стоны и вопли. 5Запомнился ему один размытый стлякатью, холодный день начала ноября, слышно было уже где-то за лесами канонада, 3и все чаще ревели с окрытой холодным покрывалом небес самолеты, а на улице все чаще попадались машины из которых 3доносились адские вопли раненых. 9И лица фашистов вново стали испуганными, видно было, что нервы их напряжены до предела, и, казалось, каждый из них, 5готов был пригвоздить, для своего расслабления, хоть кого-нибудь к забору. 9В тот день ему приказали ехать в городскую тюрьму, там, в ее обнесенном огрызнувшейся колючей провалкой дворе стояло 3уже несколько грузовиков… 9Иван видел, как немецкие солдаты в черных перчатках раздраженно, с отвращением стали выносить из тяжелых, 9режущих своими острыми гранями воздух, ворот что-то… 0Зачем-то он стал приглядываться, что они тащат, обычно-то он старался поменьше смотреть по сторонам. 9Сам не знал он, какая сила заставила его тогда внимательно выйти из грузовика, навстречу им… 9Это были люди, скорее всего в прошлом какие-то подпольщики, партизаны, кем-то выданные, схваченные… 9Иван привык ко всему, к младенцам с разбитыми телами, к матерям и молоденьким девушкам забитых до смерти ногами, 9казалось бы, ничто уже не могло вывернуть его душу еще дальше. 8Но тут, когда он внимательно, даже жадно разглядел и, потерявшая данной природой форму и разуму ошметки плоти, 8лопнула напряженная до того в его душе пружина. 9Звенящей, бухающей ударами раскаленного колокола пустотой наполнилась его душа, и его вырвало на жесткую, 9покрытую кровяными пятнами черноту. 9И пока его не откачали холодной водой, и не встретили жестким смехом эти черти, 9он лежал в живой крови и вокруг извивались, проклиная его сотни нечеловеческих телефон, 8это не могли быть человеческие тела, это были какие-то обжаренные и изодранные, но живые, 0орущие до самого поднебесья набора органов, рук, ног, голов, шевеляющихся и проклинающих его слабость. 9Перечащих ему в лицо 1- Падаль! 1После же, когда его отлили водой и пинками погнали к грузовику, 9из кровавого кузова которого доносился на одно разрезающее пространство ноте стон, Иван пошел, опустив и сжав плечи… 9Но если бы кто-то посмотрел тогда в его глаза… 9С такими же глазами шел Христос на Голгофу. 5Звездочка-звездочка-звездочка быть может, только, данная родной природой, 6могучее здоровье и придавало его телу сил существовать дальше. 9Это были дни ни с чем не сравнимых мучений, он видел и понимал все ясно, он не мог больше ни о чем не думать, 9и не смотреть по сторонам, все было как в тот бесконечно далекий, первый день пришествия адов Цветаев. 9Он ясно видел каждое новое зверство и все впитывал и впитывал в себя, и, не в силах остановиться, 9продолжал служить агонизирующему зверю. 9Он проклинал себя, терзался изнутри проклиная свое ничтожество и слабость и, если рядом никого не было, 9бил со всех сил кулаком в стену, разбивал в кровь костяшки и не чувствовал физической боли, 9боль душевная была во много, во много сильнее. 9От этой неимоверной, не прекращающейся ни днем ни ночью пытки, он словно бы выгорел, почернел изнутри, 9стал похож на поднявшегося из рва и слевшего мертвеца. 9И Марья, глядя на него, часто плакала… 9- А ведь я все время боюсь! – беззвучно орал он в предрассветный час, лежа на холодной соломе в жарких объятиях Марья, 9он не в силах был погасить свое сознание, – всего, всего боюсь. 9Боюсь, что эти подонки изнасилуют жену, а что если уже… нет, она бы сказала… 9Боюсь за детей. 9Боюсь, что Марья, как-нибудь сама увидит, что я делаю. 9Нет, господи, только не это. 9И я боюсь силы, которая близится, которая должна раздавить и меня… 1И еще я ненавижу, ненавижу этих, разрушивших наш мир, бросивших меня в ад, столько боли, господи, и все из-за них…… 7Хоть одному из них ты должен отомстить Иван, хоть одному перерезать глотку! 9…эта мысль была уже не новая, она беспрерывно пульсировала в его голове, с того самого дня, 9когда его глаза во дворе и тюрьме, стали похожими на глаза Христа, теперь это были ненавидящие глаза дьявола, – 6вон уже просвечивает этот тусклый, мертвенный свет через щели, опять на улице слякоть, опять нет ни солнца, ни звезд, господи, 9как бы я хотел увидеть их! 7Ну хватит, все, сегодня же я совершу это, хоть одного подонка прирежу, хоть одной сволочи на земле меньше станет. 9Ну, а уж со мной будь что будет, все одно, не смогу я так дальше жить, не смогу эту ярость в себе дальше нести! 0Прирежу и, быть может, кому-нибудь гвозди в тело вбивать не станут… 9Господи, а канонада-то уже совсем близко, беспрерывно уж орет, еще дня три и кончатся все! 9А Ирочка-то, страшно мне в ее глаза смотреть! 5Вон она уже проснулась и смотрит на меня, молчит как всегда, а глаза-то темные, бездонные, а ведь все она понимает, 7все чувствует… 0Не надо, ничего не надо! 9Помолись Господу, папенька! 7Сходи в нашу церковь разрушенную и там уликов древних встань на колени душой и помолись усердно… 9Там-то лекарства и найдешь! 9- Что, эта дочь моя семилетняя сказала? 9Разве же могла она так сказать… да и рот у нее не открывался, да вон она и спит… так я же видел ее с открытыми глазами… 9Глаза-то ангела были… неужто привиделось только… нет, все ясно видел… 9В церковь… нет, что за глупость… только время терять… это ведь сказки все про бога-то… мне уж раз ночью под звездами 9привиделось такое… теперь жалею… тогда надо было этой… жерде… глотку перерезать… 0Да если бы был бог, разве он допустил бы такое, да ему стоило бы только пальцем махнуть и всего этого безумия не стало бы… 0А что же я так часто поминаю его… 9Нет, все бред! 8Сегодня же я совершу это… 9Непременно хоть одной твари глотку перережу, докажу всем, что все еще боюсь я! 9Спустя несколько часов он, опустив плечи, брел среди покрытых копоти войны, болезненно стонущих машин и танков. 9Где-то совсем уже близко за городом Ухолла, часто сотрясали Землю громкие разрывы… 9Он сжимал в кармане тот самый, отброшенный им в далекую звездную ночь ножик. 9Как казалось ему, с той памятной ночи небесная глубина все время была скрыта холодной грязной занавесью и если занавесь 8то и прорывалась где-то, так совсем ненадолго у самого горизонта. 9Быть может, и было солнце, и свет звезд в эти дни, да он их не видел. 9Не мог больше вырваться он из маленького, клубящегося в кровавую полимерка… 9Вот и теперь, весь мир сжался для него в узкий, орошенный кровью коридор, 8железно изукрашенный погнутыми крестами стены которого двигались в зыбком, леденящем кожу Марии, отплывали назад. 9И между этих стен шевелились, заходя из частой руганья раздраженные безликие существа и Иван без конца отвердил про себя, 9вот они эти ничтожества, подонки разрушившие мой мир. 8Гонимые великой силой они бегут поджав хвосты. 9Испуганы теперь, следы свои заметают, пытаются скрыть сотворенное, да не скрыть теперь, нет! 9Ведь среди этих раздраженных, думающих о том как бы только поскорее ноги унести есть ведь и те, 9кто прибивали тогда солдата к забору. 9И те кто другого штыками кололи и женщину и младенца… 9Он увидел какого-то, по-видимому, отбившегося в общей суматохе от своей части солдата. 7Он, как и Иван, вжав голову в плечи брел по обочине дороги. 9По его неровной походке видно было, что он очень устал, шел издалека и, быть может, был ранен, 9но из-за грязи этого точно было не понять. 9- Вот он, – от волнения заговорил вслух Иван, – этого-то подонка я сейчас и прирежу. 9Точно это он был тогда во дворе, помню, как он смеялся, когда гвоздь нашему солдату в руку вбивал. 9Так с гневом, голосом совершенно безумным выкрикивал он и плотная слюна стекала из его рта. 9И он действительно убедил себя что этот безликий, уставший солдат был тогда во дворе больницы, он хотел себя убедить, 5представить этого солдата полным злодеем, чтобы вымести на нем всю накопившуюся за адские месяцы ярость. 9Быстрым шагом он подошел к нему и прошипел, 9- И ты, посмотри на меня, узнаешь? 0Солдат, не осознавая, что это к нему обращается, шел дальше. 9Тогда Иван схватил его за плечо. 9- Что, не понимаешь меня, фашист проклятый? 9Не понимаешь, да? 9Солдат вскинул голову и усталыми, сонными глазами заскользил по лицу Ивана, совсем еще мальчишка, 9усы только пробиваются над верхней, припухлой губой, худющей, бледной, с огромными синяками под глазами. 9- Не понимаешь меня, да? 9Ну и хорошо. 9Но вот это ты должен понять, это-то все понимают. 9- Он достал из кармана несколько дней назад, взятую, у… карапуза, маленькую бутыль с водкой. 9При этом совершенно не понимая, что он делает из другого кармана он выхватил нож. 8В его замыслы входило отвезти его в какой-нибудь закуток, подальше от дороги, напоить там этой водкой и затем совершить 0задуманное. 9Но даже ночью в наполненном тишиной сарае, отступая немцы перерезали всю живность, 9когда он обдумывал этот свой незамысловатый план, мысли его летели беспорядочно, 9сорвались панические стороны в стороны, дрожали, как изыбкий осенний воздух. 9Теперь же он совершенно не понимал, что делает, словно бы в его тело вселился демон, он уже не мог остановиться… 9Бутылка выпала и, булькнув в луже, была смята, размолота в острую пыль оглушительно дребезжащей, горой живого железа, 9которая двигалась с ними рядом. 9Сжимавший нож, рука Ивана дернулась вперед… 9Солдат, все еще не понимая, что происходит, все еще находясь в своем маленьком мерке, в котором передвигал он ногами, 9как казалось ему, стоял на месте, почувствовал, как острая боль ворвалась в его живот, 9именно туда нанес Иван первый удар. 9И он не закричал, чем непременно привлек бы внимание, а отшатнулся от этой боли назад. 9Его сознание уже было замутнено и ему чудилось, что там позади стоит мягкая кровать, на которой он сможет спать долго, 9долго, мягкая, со взбитыми подушками кровать… 9Но позади него был почти двухметровый подорожный ров, и оступившись он, так и незамеченный никем рухнул в него. 9Иван скатился следом. 9Там, на дне рва, в грязи они сцепились, солдат, пробужденный наконец нестерпимой болью, и рычащий от ярости Иван. 9Истекающий кровью солдат по-прежнему не издавал ни звука, он забыл, что у него есть рот, 5ибо слишком долго он пребывал в одиночестве… 9Иван неудачно упал на дно оврага, он вывихнул руки и выронил нож и теперь сжимал со всей силы дрожащие руки на шее 5солдата. 9Тот же, вырываясь, раздирал его лицо давно нестриженными ногтями, все норовил выцарпать Ивану глаза. 9Земля задрожала то ли от холода, то ли от боли за своих детей, а спустя несколько мгновений задрожало в морозном воздухе 8эхо ближнего взрыва. 9Это где-то под самым Цветаевым бомбили отступающих с самолетов… 9Все покрытые грязью, они были похожи на каких-то болотных чудовищ, они барахтались в этой вязкой жиже и со стороны, 9если бы кто-нибудь мог их видеть со стороны, не различить было где Иван, а где солдат. 8Но Иван видел лицо своего противника, оно с каждым мгновением становилось все более уродливым, и оттого ярость в нем, 9пульсируя, восходило до немыслимых пределов. 9Он вдавливал свои большие пальцы все глубже и глубже в плоть, до тех пор пока шея не затрещала и не размялась как пластилин 8под его пальцами. 8Тогда изо рта этого безымянного солдата сильным потоком хлынула кровь, и, смешавшись с грязью, 9превратило это юношеское лицо в нечто подобное тем кускам изуродованной плоти, которые видел Иван во дворе тюрьмы. 9Иван, в виде куска окровавленной бесформенной грязи отвалился от другого дрожащего, 6истекающего кровью куска грязи, развалился в ледяной жиже, на дне оврага. 9Только его голова, впечатавшаяся в мерзлую стенку возвышалась над жижей. 9- Ну вот и сделал. 1Убил. 6Что легче стало? 9Х-х-х-х-х- он засмеялся пронзительным безумным смехом, 9- Нет ведь, только сильнее теперь мука тебе, убийца. 8Теперь я пал еще ниже, господи, дай есть ли конец этому падению… 9И он дернулся к массе, едва поднимающейся над жижей. 9Обмороженные пальцы совсем не слушались его, не гнулись, а, казалось, ломались с костным треском при каждом движенье… 5Он не мог сделать то, что он хотел сделать, расстегнуть пуговицу на погруженном в жижу кармане мертвого, но он должен был это сделать, 9а иначе, от нестерпимой душевной боли, он бы стал рвать зубами самого себя. 9И он, чувствуя как ледяной холод постепенно пронизывает его тысячами тоненьких ветвистых игл, 9вновь и вновь пытался расстегнуть карман, вцепился потом в него зубами, оторвал пуговицу и тогда, достал то, что там было… 9Он был уверен, что найдет там это и он не ошибся… 4Он, готовый к смерти, откинулся обратно к жесткому срезу промерзшей земли держа в белых, промерзших руках, 2грязную промокшую фотокарточку… 9То ли ранняя ноябрьская ночь близилась, то ли его глаза наливались тьмой, а скорее и той и другой вместе, 9но мир для него стал совсем тусклым и мертвым. 7От земли его голове передавалась дрожь, но грохот железа слышался теперь размытым и невнятным, долетающим издалека. 9Он смотрел на фотографию и видел там молодую девушку, которая любила, задушенного Иваном парня… 4Фотография давно уже разъехалась и шлепнулась мягким хлопком в жижу, но Иван все еще видел ее и держал, 9в своем воображении перед глазами. 2Девушка задвигалась, налилась цветами, чему Иван совсем не удивился, по щеке ее покатилась слеза, а за спиной зажил, 4задвигался огромный, просторный и светлый мир. 9- Здравствуй Иван, – негромко и печально проговорила она, а по щекам ее катились полные боли и слезы. 9- Здравствуйте, барышня, – отвечал Иван и встал перед ней на колени. 9Он по-прежнему чувствовал боль, но в то же время ему было и легко, ничто не давило его, в голове было ясно, 1а тело словно бы и не было, в любое мгновенье мог он взмыть к небу. 0- Какой красивый мир, а правда ли? 0- тихим, нежным голосом спросила барышня и чуть повернула голову в сторону колосящихся у самого далекого горизонта полей. 1Засмеялись дети, маленькие девочки и мальчики одетые в красивые летние одежды. 0Они играли в озерной глади и на полных густых тенепарковых дорожках. 5- Но ведь его уже нет, – произнес Иван, – только на старой картине он и остался, на место же его пришел, нет, не хочу вспоминать. 9- Какой прекрасный мир, – повторила барыня и тут задрожала земля и огромный, в десятки раз больше чем самые высокие деревья 9танк стал надвигаться на них. 0- Стой на месте, – повелела молодая барышня, – тебе от него не убежать сейчас, он стал частью самого тебя. 2- Стой и жди. 1Так и стоял он перед ней на коленях, а разрезающий своей башней небо танк стремительно надвигался на них, 5поглощая под своими гусеницами горизонт. 4Ломал он деревья, дома, выплескивал с берегов реки, трещала от его неимоверной тяжести матушка-Земля, 9покрывалась трещинами и из них поднимался, заслоняя с собой простор, кровавый туман. 9Вот танк уже над ними, трещат деревья, гибнут под его гусеницами дети… 9Иван на коленях прополз ближе к барышне и обнял ее ступни, покрыл их поцелуями и своими слезами. 1Свет дня померк, черная тень нахлынула на них, наполнив все рвущимися детскими криками и хрустом дробящихся костей… 9Когда Иван поднял голову, то увидел, что лежит у подножия золотящегося в небесной дымке трона на котором восседала… 9Барышня? 9Она ли? 9Ли кто ее, но эта дева… она была соткана из облаков, из света звезд, из всего самого прекрасного, 6что доводилось видеть Ивану. 8От тонких черт лица ее веяла внутренняя силой и наполненном скорби и вечной думой спокойствием. 9По обе стороны от нее, на маленьких золотых стульчиках сидели дети, среди них Иван увидел свою Иру, 9а рядом с ней другую девочку, ту самую в белом платье к которому не приставала никакая пыль, 2у ее ног свернулся калачком в сладкой дреме большой пес. 9Эти две девочки живо, но негромко переговаривались о чем-то меж собой, но когда заговорила дева, разговор их затих… 9Смотри же, Иван! 9Гусеницы из полинского танка промелькнули, разрезая темный воздух и обнажили темную, 9обогренную блеклыми обсветами взрыва в долину… 9Это были знакомые Ивану места, холмистая долина на которой стоял Цветаев. 9Но теперь города не было, лишь унылые развалины с укором взирали разорванными глазницами окон на царящий вокруг хаос. 9С низкопровисшего черного купола провисали к земле темные полосы и падали время от времени, одетые пламенем самолеты… 9Вся долина до самого горизонта, на котором клубились черные ураганы заполнена была стальным окровавленным крошевом, 9и среди этих обрубков железа, шли и шли без конца перепачканные в грязи солдаты, 9они шли низко опустив головы и бросались иногда друг на друга и били руками и ногами, 9или же рвали крючками и вбивали в тела своих врагов гвозди. 9Среди них проезжали какие-то уродливые машины, и терзали, разрывали своими шипостями гусеницами холмы и самих солдат. 9Кровавые ручейки текли в этой цвето-зажареного гниющего мяса земле. 9И вдруг к лежащему подножию трона Ивана подбежал один из них, весь залитый грязью и закричал, 9- Что же ты, Иван? 9Не узнаешь меня, я же Сверид! 9Ну что вспомнил? 9- Сверид! 9- А-а! 9Ну-ну! 9Вспомнил таки, да, это я, Сверид! 1А ты ведь про меня и не вспоминал все это время! 1А ведь убили меня, Иван! 9Убили! 8Кто убил не знаю, пулю пустили все, болтал я слишком много. 5Но теперь-то я могу сколько угодно болтать, никому ведь дела нет. 9Я ведь мертвый Иван, мертвый, и ты Иван мертвый! 9Вдруг Сверид стал таять и, обратившись в часть окружающего трон Сияния, растаял в воздухе. 9Иван вновь взирал на возвышающуюся над ним, словно бы плывущую в воздухе деву. 9- Что это? 9- прошептал он. 9- Я не хочу все это видеть. 9Зачем все это, скажи? 9Ведь мы все жили просто и счастливо, без этих надрывов. 9Почему же пришло все это? 9Объясни мне, мудрое, какой безумец мог сотворить это, – он кивнул на извивающуюся залитую страданиями и пустотой долину, – 9скажи мне почему так стало? 8Ответь, почему я вижу это? 9- но отвечал он себе сам, – это ведь все от людей исходит, это все ими создано, это ведь мир созданными, так ведь? 9Ведь мир, который видел до этого, тот огромный солнечный мир, с детским смехом и дивными закатами, это ведь мир, 1созданный Богом или природой, главное, что не человеком, это мир, который был до человека и, быть может, будет и после него. 9Но ведь все это безумие созданное человеком, из его мозга исходит. 9Человек ведь на многое способен и на прекрасное, и, напротив, на ужасное… 9Что же мне теперь делать, я уже мертв, я уже мертв… 1Она спокойно, с материнской нежностью взирала на него с высоты своего трона, а за ее спиной, в долине, 9поднимались из земли и возносились неудержимо вверх бесчисленные колосья и березы. 7Своими колосьями и стволами они разрывали груди металлолома, и солдат тоже поглощали в свою плоть, 9обращали их в цветы, в розы, в подсолнухи, в одуванчики, в гладиолосы. 5Чистыми холодными ключами выплыло из глубин земли сияющее озеро и река живой, 9плещущая рыбой дрогой улеглась между спокойных холмов. 9- Это все возродится, – печальная, похожая на прикосновение воздушной руки, улыбка, коснулась ее губ. 9- Этого вам не победить, да оно и живет все время, так же как и звезды и облака, 9только вы часто видеть и чувствовать этого не желаете. 9А если бы чувствовали и любили так легче бы вам жилось и не было бы ада… 5А теперь… 1В воздухе перед Иваном составился из солнечных лучей яркий человеческий контур. 9- Ты узнаешь его? 6Это тот человек, которого ты задушил во рву, в грязи. 9Его зовут Питер. 9Посмотри-ка… 9Золотистый контур объел его и в несколько мгновений перед глазами Ивана пролетела вся жизнь этого человека. 9Светлое видение детства, бурлящее от маленьких водопадиков речишка и любимый кот, а вот и первая любовь, 9заполненная цветами, выгнутая к яркому небу поля и девушка со звонким голосом, а потом мрак и огни костров, 9и рвущиеся отрывистые слова, и ревущая многотысячная толпа, частью которой он себя ощутил и орал восторженное безумное овладение 7всем миром, не вдумываясь в слова. 9Дороги и взрывы, холод и голод и снег, без перерыва валяющий с неба. 9Он бредет по ним, потеряв счет дням, наполняясь глубокой злобой и подвывая время от времени. 9Долгие месяца мучений и страха в одну секунду вспыхнули перед Иваном… 9Но увидел он и другое, был, оказывается, у Питера светлый негнущийся все это время стебелек в душе. 9Вспоминал он о парке в его родном немецком городке. 9Как красив был этот парк в осеннюю пору, как покойно шуршали на его длинных дорожках листья, 9как приятно было посидеть на лавочке под яркой волной осенней листвы и вдыхать в себя прохладу. 9Только воспоминаниями об этом парке и о девушке, которая, по его разумению, сидела, ждала его на одной из лавочек и придавала ему 7сил возвращаться, идти бесчетные километры из чужой, холодной страны… 9- Я прощаю тебя, Иван, – услышал он вдруг незнакомый, чистый и свободный голос. 9- Живи с миром, найди себе покой, а я нашел свой дом. 0За спиной контура открылось окно из которого дохнуло ранней осенью. 9За окном видно была уходящая вдаль парковая дорожка и падающие искрящиеся в воздухе лиственные водопады. 9Вдалеке на скамеечке Иван различил какой-то контур, а еще дальше… или это ему только показалось? 9- Яркую звездный мост перекинувшийся в… вечность? 5- Я не держу на тебя зла, Питер. 1И я прощаю тебя… всех вас прощаю, иди с миром… 9Окно закрылось, а рядом с Иваном пробежали дети и рядом с ними виляющая хвостом собака, радуга засияла на небе. 9С надеждой стал вглядываться Иван в лицо прекрасной девы и черты ее задрожали плавными изгибами… 5Звездочка-звездочка-звездочка над ним склонилась Марья, и еще рядом он чувствовал присутствие Саши и Иры. 9Няукнул где-то совсем рядом кот и золотая рыбка мягко плеснулись в аквариуме. 5На улице светило яркое солнце, и его свет рассеивался по всему дому, делая его теплым таинственным и каким-то сказочным. 9Было легко и покойно. 9Тихо… 9Часы мирно тикали в соседней комнате, тик-так, тик-так. 9Он не слышал тикания часов с того самого дня, когда началась война… 0Значит война кончилась!… 9А может и не было никакой войны, быть может был только кошмар, долгая болезнь, 0от которой он теперь излечился и все вернулось назад в светлые дни. 9Да, конечно же. 9Он уже поверил в это, и с облегчением понимал, что все виденные им, лишь пустые образы, ушедшие вместе с болезнью. 9Он даже улыбнулся искренне выглядываясь в черты Марии… 9Какое же у нее, все-таки красивое лицо, сильное, волевое и в то же время женственное… 9Но с кладки на лбу, Иван даже передернулся, уродливыми широкими бугорками отметилось то место где проворачивалось когда-то, 9вгрызаясь вплоть дуло автомата. 9Неужто было? 9- Они ушли, – просто проговорила Марья и поцеловала его в губы, потом осторожно провела горячей рукой по лбу, 6тогда он заметил, что она посидела, несколько таких почти белых прядей млечными путями протянулись средь густой черноты. 9- Они ушли, – повторила она под драгивающим, льющимся нежностью голосом. 9- Сегодня последний день осеней впервые за многие дни небо очистилось. 9Оно такое яркое! 1Прямо слепяще яркое! 9Весь мир словно горит солнцем изнутри, представляешь? 9Это солнце тебя оживило! 9Ты ведь долго так пролежал Иван, словно мертвый… 9- Это ты за это время посидела? 9Марья промолчала, опустила голову и еще раз поцеловала Ивана, на этот раз в лоб. 9- Как меня нашли, – слабо проговорил Иван, черпая в душе силы на ответ, сможет ли он любить Марию так сильно, 9как была она этого достойна. 9- Сашенька тебя нашел. 8Ты до ночи не возвращался, вот мы и пошли тебя искать. 9Ну вот, темно уж было, а Сашенька тебя в канаве все равно увидел. 9Не знаю уж как, там ведь темень кромешная. 9А он все равно увидел… 1Достали тебя, а ты мертвый уже, промерзший насквозь, и сердце не бьется. 9Только я не верила, что ты мертв. 9Знала я, что не мог ты умереть. 9Но принесли мы тебя домой… 9Уже к рассвету дело было… 9- Как же вы донесли меня? 9- Да ничего, я тогда и не чувствовала весу твоего, падала, помню, часто, но веса не чувствовала… нет. 9А теперь все позади. 9Они ушли. 9- А другая сила? 3- Что, милый? 5- Марьюшка, а другая сила, которую в угол загнали, но она поднялась и смяла все эти ржавые банки и откинула их с земли родной, 6пришла эта сила, Марьюшка, в наш Цветаев. 9- Завтра… 7Слово закружилось вокруг Ивана, поплыло к потолку, засияло среди хороводов солнечных лучей. 9- Завтра… 7Надо принять, все-таки, это. 9Принять и успокоиться… 1Быть может, все еще станет на свои места. 9Быть может забудется, – мяукнул кот, но ему показалось, что это ребенок закричал, – нет, не забудется, такой не забывается. 9Никогда… 9Чудовищные образы замелькали перед глазами, все наполнил ор, беспрерывный, накатывающийся волнами, 9бурлящий болью и страхом детский ор. 9- Мама, мама! 9Страшно мне! 9- Дочку-то отпустите! 9О господи! 9Да вы же… а-а-а! 9- Падаль! 9- Падаль! 9- Падаль! 9- Тысячи разных голосов шипели, выкрикивали это слово и что-то острое рвало его плоть, и он, зажав до крови губы, 9чтобы самому не заорать, застонал. 0Мария закричала, заплакала, осыпала его поцелуями, а Ира зашептала проникновенно в самое ухо, в самую душу его, 9- В церковь нашу разрушенную сходи! 5Там еще образа древней на стенах сохранились. 9Помолись там голубю, что под куполом парит, да деви, с младенцами, которая под голубем тем облачным на троне золотом сидит. 5Помолись, о мире для души своей! 9Я молю тебя об этом! 1Тут Иван погрузился в теплый июньский дождь… 7**** во сне он бежал куда-то среди прозрачных потоков солнечной воды, это были целые живительные водопады, 8орошающие израненную землю и его. 9Было легко и радостно, всю боль смыл с него дождь и поэтому, очнувшись на следующее утро, Иван почувствовал себя отдохнувшим… 9В доме пахло парным молоком. 9- И откуда его Марья взяла? 9Ведь немцы всех коров на мясо себе перебили… 1Но вскипяченное только что живительное, обжигающее молоко уже вливалось в его рост… 9- Так, так, осторожно, не проливай, а то обожжешься, – голос Марьи где-то совсем рядом, а вот и она сама, 0чуть размытое в бледноватом свете. 3- Сегодня первый день зимы и первый снег пошел. 9До этого земля лежала вся черная, промерзлая, а вот сегодня, наконец, первый снег. 9Они теперь далеко, бегут отступают, ну а наши вот-вот должны в город войти… 9Сашке хочется пойти на них посмотреть, да не идет, тебя караулят, от кровати не отходят, и Ирочка тоже тут… 9Иван приподнялся и сел, облокотившись на подушке. 7За окном бушевал столь сильный снегопад, что весь мир за стоящими у дома яблонями растворялся в стремительной белой 7круговерти. 9Видно было, как порывы ледяного ветра несут бесконечные белые волны, которые сотрясали гулкими ударами стекло и стены. 0Пролетели незаметные несколько спокойных часов, а затем в дверь громко, пронзительно забарабанили… 9- Ну открывай! 8Открывай я сказал. 9Ну… 0Голос был незнакомый, грубой, властный и слова он выкрикивал с ненавистью, но голос был русский… 0Марья встрепенулась, прижалась еще крепче к Ивану, зашептала 9- Ну вот, это уже наши пришли. 9А мы, видать, за ревом метели и не услышали. 8Я открою! 5- с тревогой спросила она у покрывшегося испарина Ивана. 5- Открой, это они за мной пришли. 0- А ну открывай, гад! 0Последний раз говорю, а потом дверь выламываю… ну! 0- Что ж они так-то?… проговорила Марья. 9Страшных, раскалывающих его изнутри ударов. 9Страх сковал его, не давал думать, скрежетал липким холодом по всему телу… 9Неужели же сейчас… неужели же сейчас они все узнают? 9Да уж лучше бы умереть сразу чем так мучиться! 0- Марьюшка… 9В дверь ударили со страшной силой, и весь дом задрожал, заходил ходуном… 9- Ах ты! 9А ну выбивай, братцы! 9Ружья приготовить! 9Как появиться, так пали по нему, гаду! 0- Его ж судить должны! 9- А ну без разговоров! 9- Марьюшка, – голос Ивана дрожал, – ты бы где-то кувела! 9- Сердце разрывало его грудь, а череп вот-вот должен был лопнуть от давящей изнутри расширяющейся боли. 0В дверь вновь ударили и дом наполнился скрипом, рыбки в аквариуме забили хвостами, а кот пронзительно замяукал. 9Марья бросилась открывать, а Иван сел на кровати и торопливо стала натягивать брюки. 9Сашка и Ира были рядом, они стояли, схватившись за руки и смотрели на своего отца, Сашка с непониманием, Ира же с мученическими слезами. 9- Папочка, – прошептала она, когда дверь в прихожен пронзительно скрипнула и зазвенел, 9пронесся по всему дому порыв ледяного ветра, – ты помни, что все мы тебя любим… 9Вся эта суета, все эти надрывы уйдут папочка, и… настанет день, раны этой войны заживут, она станет смутным преданием. 9А любовь останется, она пронизывает всю вселенную. 5Вспомни, что я тебе говорила, найди покой для своей души. 1В комнату впихнулись, заполнив ее морозом и резким запахом давно не мытых телефон с десяток теплоукутанных, 2усталых и злых солдат. 9Следом за ними вошел еще один человек, согбенный старик, все лицо которого так сильно заросло бородой, 9что не было видно на нем ничего кроме грязных волос, извилистых морщин и двух маленьких, 6красных от разорванных сосудиков глаз. 2В глазах этих ярким пламенем вспыхивало безумие, 9- Ан-вот он! 8Вот! 9Я его хорошо запомнил! 5- Точно он? – выкрикнул и закашлялся высокий широкоплечий человек с изуродованным, 9побывавшим в пламени лицом. 4- Он точно! 8Вот побожусь! 1Я его поганцы хорошо запомнил, я всех их запомнил! 1- А ну заткнись! 1Вяжи гада! – заревел человек с изуродованным лицом. 9Сразу несколько солдат бросились на Ивана, повалили его на пол, закрутили за спину руки до так, что затрещали плечи, 1раза три ударили тяжелыми сапогами по ребрам и затем стали прикручивать веревками руки… 9- Братики, солдаты родненькие, да что же вы делаете? 8- плачущий голос Марии раздался от дверей. 9При фашистах она никогда не позволила бы себе так вот расплакаться, показать им свою слабость, здесь же, видя, как те люди, 9освободители, которых она так долго ждала, причиняют боль любимому человеку, здесь она позволила себе слабость. 9Человек со страшным лицом надвинулся на нее и остановил свое обжаренное мясо в полуметре от ее лица, 9что каркаешь ворона? 0Что кричишь-то? 9Хочешь, чтоб от тебя забрали… 0- Берите, берите раз вы такие… да берите? 5- Ах ты! 5Ты что раскаркалась-то, потаскуха! 9Иван вздрогнул, этого он не ожидал, Мария же, покраснев, отвесила побывавшему в пламени, 9испытавшему адскую боль человеку, сильную, потонувшую во вспухшем мясе пощечину. 9Тот схватил ее за волосы и приставил к виску револьвер, почти так же, как и когда-то фашистский солдат. 8Сашка бросился было на помощь матери, но другой солдат поймал его и, покраснев от натуги, удерживал все последующее время, 9Сашка брыкался и брызгал слюной. 8- Ах ты ангелочек, – зашипел изуродованно и сильно ударил ее головой о стену, – и муженек твой ангелочек, да, так ведь, 7потоскуха? 9- Она не знает ничего, отпустите ее, а меня, – сапог обрушился на Иванову челюсть выбив те зубы, которые не были, 9которые там еще оставались, кровяное пятно поползло по полу, набираясь в щели между досками. 9- Ах, да она не знает. 1Конечно, какая у вас тут эта, как там у них называется? 1- Идиллия, – подсказал кто-то из солдат. 8- Во-во, Идиллия. 2Никто ничего не знает, все ангелочки. 9Такие прям ангелочки, муженек скотина детей на расстрел возд, а женушка его распрекрасная тут под гнидами фашистскими, 9подстилается. 9Ах как все мило! 3Ах какая Идиллия! 5- Неправда! 0- Заорала Марья и изуродованно еще раз ударил ее лицом о стену, на этот раз была разбита губа и нос, 9кровь превратила ее лицо в красную, уродливую маску. 9И тут зазвенел чистый, непривычно спокойный, словно бы пришедший из иного мира где нет войны, голосоры, 9- Не трогайте пожалуйста больше маму, дяденьки. 8Она так много уже страдала, посмотрите, у нее ведь седина в волосах, это она за нас так переживала. 9Пожалуйста, не делайте ей больше больно. 9Обоженный выпустил резко Марью, а Иван, удерживаемый полдюжины солдат, хрипел кровью с пола… 9- Берите меня! 1А они ничего не знали, их оставьте! 9Со мной делайте все, что хотите, но их не троньте! 9- Хорош командир! 9- Изуродованный шагнул к нему и размахнувшись со всех сил ударил Ивана сапогом в бок, что-то хрустнуло там, 9и сквозь объявшие мозг кровавые круги, он понял, что не может больше дышать. 9- Так его… так! 9- Безумно захихикал сокрытый под бородой дед. 1- Ваш муж возил детей и женщин на расстрелы! 2- Безжалостно и ясно проговорил изуродованный тогда мир перед глазами Ивана померк, когда прозвучали эти слова, тьмой, 9непроглядной тьмой наполнился его дом, рухнули последние надежды, что вернется когда-нибудь то, что было до начала войны. 0Но, погружаясь все глубже и глубже во мрак он все еще слышал этот голос, он рвал его сердце раскаленными клещами. 8- У нас есть много свидетелей! 9Он палач! 9Он падаль! 9Его будут судить перед всем народом, а потом расстреляют! 9- Нет! 9- Хватит орать! 9Хватит орать я сказал, сучка! 9- Отпустите, он не сделал ничего плохого! 1- Хватит орать, сука! 9- Глухой удар, слабый вскрик Марья, 9- А ну не ори, а то тут прямо и пришью! 9А ну неси, этот кусок падали, ребята! 9- Не едут! 0- Темнота, непроглядная, душная, вязкая, он не мог пошевелить ни руками, ни ни руками. 9Не мог подумать о чем-либо ясно. 1Он мог только ужасаться и безмолвно орать, когда маленькие залитые липкой, теплой еще кровью невидимые во тьме детские ручки 1проводили по его лицу и все шептали и шептали какие-то слова. 9Жара все росла, распирало его изнутри, не давало пошевелиться. 9Он жаждал вырваться из этой тьмы, но время все тянулось, а выхода не было. 9Время шло… или не шло? 9Или оно остановилось в этом душном месте, и будет так целую вечность?… 9Время… шло ли оно? 9А жар и духота все увеличивались. 0Он умирал, когда поток ледяных игл разодрал его лицо… 9- Встать! 9- Удар в щеку и затем еще один ледяной поток. 9Жесткие пальцы схватили его за подбородок поволокли вверх. 9- Очнись! 9- Удар в щеку. 3Перед глазами медленно стало проясняться нечто столь ужасное, что захотелось обратно в душную, наполненную залитыми кровью, 8разбитыми детскими ручками тьму… 9Еще один удар в щеку, отозвавшийся тупой, не проходящей болей в разбитых деснах. 9- Очнись же, падаль! 9- Звук плевка… 9- А ну смотри по сторонам… а… что не нравится? 9Голова окружилась, и глаза наливались тьмой, но все же он мог уже видеть, это был вырытый где-то глубоко под землей 8подвал, Иван чувствовал метр бетона, которые отделили его от поверхности, от свежего воздуха… 9Везде в этом подвале была кровь, запекшаяся, она покрывала толстыми, источающими запах гнили слоями все, и стены, и потолок, и пол, 2и придуманные человеческим гением орудия пыток… 9Огромное количество клиньев, загнутых крючев, черных от крови молотков и пил, и плетей, и каких-то совершенно немыслимых, 1одним только видом вызывающих резь в голове металлических конструкций с зубами, клыками, шипами, зажимами… 6И все это слабо мерцало, и едва заметно шевелилось при свете лампочки, делящей свое одиночество с несколькими пятнами крови. 9Иван вскинул голову, когда ему почудился свист ветра долетевший сверху… 9- Что не нравится? 9- Перед ним сидел, буравя его злобой, человек с сожженным лицом. 2В свете лампочки, казалось, что все черты его лица оплыли, как восковые. 9- Ты только в штаны не наложи, это не для тебя, хотя стоило бы. 9Это они все сделали, это они наших здесь терзали. 9Но мы-то не они. 9Мы-то им не уподобимся, хотя стоило бы тебя падаль. 9Знаешь зачем я привел тебя сюда, а?… 9А чтоб ты потом не отнекивался, вот смотри, все просто, здесь они наших рубили, долгими днями рубили, да… 9А ты, падаль, потом их отвозил. 9Это чтоб не пищал ты потом, что ничего не знал. 7Все ты знал, падаль. 9Не слепой ведь был, видел ведь все… 0Иван опустил голову и дрожа от рвущегося из души желания вырваться отсюда прочь прошептал, 9- А над нами сейчас светят звезды… 2Удар в челюсть. 9- Не притворяйся кретином. 9Ты все понимал. 9Ты за все в ответе. 9Ты. 9- Она и сейчас над нами, эта великая глубина. 9Вы бы только посмотрели в нее. 9Только бы руку к ней протянули. 9А как представишь все эти миллиарды звезд, галактик?… 9Как представишь… 9Еще один удар, но для Ивана он был как поцелуй младенца. 0Захлебываясь кровью, не останавливаясь, он продолжал… 9Когда смотришь в нее, вглупе это так дух захватывает и видишь, что Земля наша лишь маленькая песчинка, 9против этого взирающего в самую душу нашу человеческую небо… 9А мы не смотрим…… еще один удар в основании носа, Иван повалился на пол, но его тут же подхватили и посадили обратно 9на стул. 9Брань, еще удары, потом вновь поток холодной воды, но он все говорил, – я, со своими маленькими страстишками ничтожества против 9этого купола. 9Да и все эти страсти, все, что владело нами, это все суиченья в кровавой нами же поднятое пыли… 9Горячий от злобы дуло ударило его в лоб и выкрикнуло, 9- Философ! 8До трех считаю, не заткнешься пристрелю… 9** Зал напоминал пещеру с грязными стенами, здесь было холодно, отопление, похоже, совсем не работало, 2так же не хватало света, льющаяся с потолка грязная световая каша выделывала на лицах людей глубокие тени, 9отчего все они становились похожими на мертвых. 9А людей в этот зал набилось огромное множество, они плотно расселись на лавках, столпились в проходах, 9но все же места не хватало. 5Толпились еще и в коридоре и оттуда продолжали напирать, все плотнее утрамбовывая массу в зале. 9Несмотря на холод, было душно и дышали часто, кашляли, ругались… 9На лицах стремительно сменялись эмоции, то радость, когда говорили об освободителях, то ненависть и презрение, 9готовность убивать, тогда косились на запертых у стены в ржавую железную клетку. 9Там сидели ли трое, детина с жирным лицом заросшим черной, похожей на иголки ежа, щетиной, с огромными кулачищами, 9синими и тоже распухшими, еще один, про которого можно бы сказать, человек без особых примет, если бы не слезы, 9которые он судорожно смахивал дрожащими руками, а третим был Иван. 9Он смотрел в грязное окно за которым бушевала плотная, беспрерывная стена снега, остальные, поглощенные спорами, 9яростью и восторгом не чувствовали, что здание сотрясается от каждого порыва, 9что стекла и стены едва выдерживают наваливающуюся на них тяжесть. 9Неожиданно женские пальцы обвели прутья клетки, дернули их в глубину зала и пронзительный, не то женский, 9не то волчий вопль ворвался в Ивана, а он не в силах был повернуть к этой женщине голову, потому что знал, что это она ему кричит, 9- Что сидишь-то, рожа бесстыжая? 4Ну посмотри на меня, посмотри, это я, мать Алеша! 9Что, а помнишь? 9Да куда тебе, ты ведь таких замучил, Ирод! 1Ну посмотри на меня… 9Вот тебе! 9- Звук плевка и хриплый, резкий, но и напуганный в то же время голос 8- Ты что плюешься-то? 5Ты че плюешься-то? 9Думаешь меня в клетку тут эти посадили, так теперь, значит, можно все? 9Меня выпустят ты пожалеешь, поняла? 9- Ты поняла? 9- А ты на меня что, судьям клеветать будешь? 9Да я тебе поклевещу, ты меня будешь знать! 0Говорил человек с распухшими наполненными жестким посиневшим мясом кулаками. 9Иван посмотрел таки на мать и тут же одернулся, вскрикнул, она смотрела сразу на троих сидящих в клетке, воспринимая их, 9как единое целое. 0Потом переселил себя и медленно посмотрел в зал… 9Целая тьма глаз, и все смотрят на него, как на бешеное животное, перегрызшее многих дорогих людей. 9Он никогда не видел столько устремленных на него, буравящих его глаз. 4- Падаль! 5Падаль! 0Кричал каждый из этих взглядов. 9- Как мы ненавидим тебя, какое же ты ничтожество! 9Мразь! 9Трус! 0Увеличилась и стала расти стремительно головная боль, и хотелось отвести взгляд назад в снежную бурю, хотелось мучительно, 9сил не было поглощать в себя все эти яростные взоры, но он не отворачивал, нет, он смотрел, вглядывался в эти глаза и, 0чувствуя, как обрушивают они на него удары, вцепляются острыми клыками, рвут, терзают… 9Падаль! 9А он шептал им кротко, «Да, я был трусом! 9Я совершил много подлых дел и если вы считаете себя способными творить суд, так судите, вот я весь перед вами! 9Но над нами сейчас бесконечное небо звездами переливается… 5Что же вы пылаете здесь этой пустой ненавистью, все эти ваши страсти, ваша радость и ненависть, ничто против бесконечности! 9Хотел бы я чтобы вернулось все прежнее, и вы ведь хотите, и могли бы все к свету прийти, если бы только захотели, 6если бы только могли сказать друг другу… 9Почему-то все не так, как должно быть, все не так… 9Покой, что там Ирочка говорила о покое… 9Да, покой, молю о покое для всех вас, Господи… 5Здание задрожало от тяжести и холода, стекла прогнулись и только каким-то чудом не лопнули… 5А толпа все вбивалась в зал, хоть и некуда уже было становиться, хотя и стояли люди вжимаясь друг в друга, 6хоть уже и похрустывали кое-где кости и раздавались отчаянные крики, 6все равно продолжал втискиваться из коридора поток раздраженной плоти. 9И тут он увидел Марью, увидел и тут же потерял. 2Стал вглядываться и застонал, а потом и закричал, так ему хотелось видеть ее, Марья! 9Тут же в зале стало почти тихо, послышались голоса, а, падаль, женку свою зовет, соскучился видно. 7А Марья уже была перед клеткой, каким-то образом ей удалось протиснуться сквозь толпу, за руки она держала Сашу Иру. 9Иван с надеждой посмотрел в ее глаза и тут же одернулся и застонал еще громче, это не была та любящая, 9нежная Марья которую он знал. 7Ее некогда яркие и плотные космы посидели и лицо постарело лет на двадцать, покрылось морщинами, 6а под красными от бессонных ночей залегли глубокие, не проходящие синие пятна. 9Но закричал Иван от другого, теперь это была часть огромной толпы, в глазах тот же ненавидящий, полный предыдущий, 3зрение пламени и даже голос, когда она зашипела, был не ее… 4- Ну что кричишь? 9Видишь на нас все смотрят, видишь? 6Они тебя падали зовут, и я тебя тоже так зову. 7А я ведь знаю зачем ты все это делал, чтобы нас выгородить, так ведь, да? 9Так ведь! 9Но и не только нас, но и себя обеспечить. 9- Ты ведь чтобы нас не трогали женщин на бойню отвозил, ты ведь чтобы вот этих сорванцов не трогали, – 9она так сжала руки Саши и Веря, что они вскрикнули, – вот из-за них ты маленьких детей на убийство отвозил. 1Ненавижу тебя, слышишь, чтоб ты сдох предатель! 1Она плюнула в него и Иван чувствовал как слюна прожигает кожу, потом мясо, кости и наконец рвет сердце. 9Неожиданно звонкий голосок прорезал холодную духоту зала. 4- Мамочка, пожалуйста не делай ему больно. 9Ему и так ведь без нас больно. 8Он ведь ради нас эту муку принял. 9И теперь он совсем один остался, пожалуйста, не надо. 5Папа, посмотри на меня. 9Иван взглянул в глаза Ире, там теплым радужным бриллиантом сверкало сострадание к нему. 9Такой же свет видел он льющимся из очей Девы в его видении. 0- Я с тобой, – прошептала она и протянула к нему свою маленькую ручку. 8Он весь перегнулся к ней, поцеловал эту мягкую ручку и с жаждой стал вглядываться в глаза, любовь к нему. 8Он пытался улыбнуться и ему это удалось. 9- Я для тебя стихотворение сочинила, хочешь расскажу? 9Иван даже не кивнул, но в глазах его ясно можно было прочесть, – говори, что хочешь, говори не умолкая, 9твой голос как лекарство мне. 9И Ирочка, начало читать громким, чистым голосом 9Есть в осени золотой чудесная пора, 9Когда в крученье дивном листопада 9Увидят кто-то дивные цвета 9Нездешнего сияющего сада. 9Во дни зимы седой, 9Когда сияет серебром луна, 9На глади ледяных увалов, 9Согреет сердце доброе, 0Мечта о солнечных пылающих полянах 9Бывают в царстве весны молодой, 9Бурлящие, ручистые денечки, 9И в них увидят юноша молодой, 7Своей судьбы пылающей строчки. 9Наступит лето, жаром жизнь в лес наполнит, 9Луга цветами яркими воспламенит. 9Запустит в небо молнии, 9И громом сказку древнюю читать захочет, 9И в поднебесье птицей зазвенит. 9Как листья осенью, года уходят, 9Как ручейки весенние журчат. 9Как гроза летняя в воспоминаниях сверкают, 9И зимним саванам в конце пути лежат. 9И звезды яркие над землями мерцают, 9И жизнь и смерть в своей красе хранят. 5Пока лились из нее эти строки, Ира осторожно проводила по темным, 1от запекшейся крови Ивановым волосам, те же пряди, на которых крови не было стали совсем седыми. 9- Вот и все, – прошептала она негромко. 9Иван не слышал больше голосов из зала, его окружала лесная, хранящая в себе жизнь тишина и тихая, весенняя прохлада. 1- Я это вчера ночью сочинила, – прошептала Ира. 9Иван придвинулся совсем близко к ней, вжался лицом в прутья клетки. 9Теперь ласкающие его глаза были совсем близко. 9- Идем Ира. 1- Пошли от него… 9- Подожди, мама. 9Не уходи от него! 9- Она воскликнула эти слова таким необычайным, страдающим голосом, что Марья заплакала… 9- Расскажи, – попросил Иван. 9- Помнишь тогда нашего хвата убили? 9Я тогда как бы заснула, да только все успокоиться не могла. 9Все плакала и плакала во тьме и звала его, и понять не могла, как это могли так сделать… 9Долго я так плакала и тогда стали разгораться вокруг меня звезды. 9Столько звезд я никогда не видела, даже в сентябрьские ночи. 9И засияла звездная дорога, я прямо на ней стояла, и только, то к чему ведет эта дорога прекраснее ее самой. 9Не с чем мне ее сравнить на этом свете. 7И я видела Землю и она была такой маленькой и хрупкой против бесконечности, прямо как младенец, 9и больно было этому младенцу, и плакал он. 9Я тоже плакала и мои слезинки превращались в звезды и падали на Землю. 8Потом я увидела хвата, он был весь в звездном свете, весь в сиянии. 8Он подбежал ко мне… 9Я посмотрела, и папочка, у него глаза такие мудрые и добрые были, не собачьи, но и нечеловеческие. 7И он на своей спине отвез меня в небесный город, который не описать словами. 5В этом городе я получила покой и предложение остаться. 0Но я, конечно, сразу сказала ему, что возвращаюсь, ведь не могла же я покинуть вас. 7И я не жалею, папа, что увернулась, потому что очень тебя люблю. 9Все равно люблю, еще сильнее чем раньше люблю, и всегда, до самой смерти буду помнить о тебе. 2Веришь ты мне? 2- Верю, – шептал громко, страстно Иван и чувствовал как горячие слезы ласкали его щеки и разбитые губы, 9и не было конца этим слезам… 1- Верую! 4** потом был долгий суд, а люди все набивались и набивались в зал. 9И, кажется, кто-то умер, а кого-то раздавили. 9Когда отвела рыдающая Марья от клетки Сашу и Иру, вновь нахлынули голоса, вновь взгляды полной презрения и злобы, 9к тому страшному трехликому, что сидела в клетке. 1Когда вошли судья зал взревел, так что вновь вздрожали и прогнулись стекла, на этот раз в сторону зимних ветров. 7Судьи начали торжественными, безжалостными голосами долго говорить что-то… 0- Ну что успокоился, дурак? – пахнул на него острым потом синекулачный детина. 0- Детка тебе сказочку про звездочку рассказала и успокоила. 0Ну-ну… 9Но прямо ты ангелок у нас, слезки потекли, ручку стал ей целовать, да, точно ангелок. 9Теперь все хорошо, девчонка полоумная тебя любит. 0Ну и правильно, ты ведь для нее старался, да? 0Конечно она тебе благодарна, ты ведь ей жизнь спас, конечно она тебя долго будет помнить. 9А женка-то не признала твоей заслуги. 2Небось уже замену тебе нашла, а? 9У Ивана задергались разбитые скулы, он повернул было к детине голову, но тут пронзительный, 9дрожащий и плачущий голос старика поплыл над залом, 0Я вот хорошо помню. 9Нас-то из деревни взяли в грузовик запихали, всех и женщин и детей… 0Тогда я и водителя увидел, вон он сидит, падаль, плачет. 9А нас-то, кто бежать вздумал, того на месте и постреляли. 0Ну я-то в грузовик полез, вот… 9Привезли корву, а там уж смрад такой, дышать нечем, и мухи так и жужжат. 9Там такой крик поднялся, думал с ума сойду. 9Я-то на первой войне был, в пятнадцатом-то газом нас травили, так выжил, и головой здоров был, а тут уж глядеть сил нет, 7всех прикладами бьют, кого раздевают. 9А вот…, старик заплакал и долго его плач звенел в тише зала и ввое запредельного ледяного ветра,- 9девочка, у нас такая девочка, Ирой звали, ну правнучка моя… 9Ее маму-то прикладами все разбили, а она к ней бросилась, да как с криками-то поволочет за собой… 9Девочке-то десять лет, а она мать тащит! 9И кричит! 9Агатта их… из кабину этого вытолкала велик девочку ловить и смеется сам. 9Так он поймал ее, Ирот им на потеху поймал, они смеются, и он смеется, плачет и смеется, падаль. 9А потом они Ирочку у него выхватили и штыками закололи… 9А он все смеялся… у-у-у! 1Меня-то в бачок… я два дня с мертвыми лежал и на меня все новых сыпали, выбрался… спать не могу… один теперь…… 9Старик вновь зарыдал и его увели. 1Детина подтолкнул плачущего Ивана в бок… 9- Ну ты ангелок! 1Растрогался-то как… а? 0- Верю, верую, я тебе скажу, слабак ты, я-то хоть и в бога не верю, а если бы верил так не надеялся бы на прощение его. 9Тебе девчонка наплела чего-то про эти звездочки ты уши-то и развесил… 9- Они ведь есть, и сейчас над нами светят! 0- спокойно проговорил Иван и, поднявшись, загрохотал по всему залу, – люди, война пройдет. 2Ведь, правда, пройдет. 8И вы любите этот мир, его есть за что любить, он прекрасен, и я его люблю. 9Я знаю, вы презираете меня, вы плюете в меня своими глазами, я не буду оправдываться, потому что признаю себя виновным. 7Я не смог справиться, попал в водоворот, ушел ко дну… 0Но, люди, смотрите в эту глубину… 9Господи, вам надо в нее смотреть и черпать для себя спокойствие… 9Я… 9Я… он задыхался, набирал в себя воздуха не в силах выдохнуть из себя это слово ибо многое, многое хотел в него вложить, 9и наконец закричал свободным голосом, так, как давно он уже не кричал, – Я люблю вас всех, люди! 9Господи, как же я вас люблю! 9Сколько же в вас добра лежит, люди! 8Как же вы несчастно запирали это добро друг от друга, а взглянули бы вы на одну девочку… делайте друг другу добро! 9Я люблю… господи, я так давно не любил и я так жажду теперь любить, все-все любить, всему, всякому делать добро! 9Это же жажда… 5Люблю вас! 9Спустя час его приговорили к расстрелу. 5Звездочка… наступила холодная, темная декабрьская ночь, мороз трещал в снегу и в воздухе, пробивал тело насквозь, 9а звезды сверкали ослепительно и спокойно. 8Пятачок земли окруженный высокими стенами. 8Вот заскрипела в стене толстая и ржавая дверь. 6Вытолкали Ивана, он исхудал, оставшееся на нем белье болталось грязными, насквозь пропитанными кровью клочьями. 9- К стене! – вздрагивая от ледяных игл, закричал кто-то, представляющийся в потемках черным облаком. 9Иван, скрипяв в снегу босыми ногами, подошел к стене и повернулся к своим палачам. 8- Лицом к стене! 8- Позвольте лицом к небу… 9- А не один черт, давай ты кончай поскорее эту падаль! 9Цельсия стреляй… 9Иван был спокоен, спиной он чувствовал холод стены, а вот глазами хватался за свет звезд. 9И он поднял навстречу им руки и зашептал в душе молитву. 0- Пролейся к земле радужными дождями, взойди колосьями, запой ветрами, а жизнь! 9О мире для всего сущего молю, о том чтобы ушла навсегда война… 9Тут грянули тысячи громов и тело его разорвалось, а он все молил, протягивая к звездам руки, 9- Заполни своим светом всю землю! 9Дай им сердца мира, чтобы возродилось все! 9А мне дай крылья, чтобы мог я увидеть и полюбить всю вселенную, все твое создание! 9Я жажду любить! 9Звездный дождь промчался сквозь небо и взошла над краем стены яркая северная звезда. 9- Да!